Девушки отдыхают 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 Вы известный ученый, физиолог, писатель, общественный деятель, ветеран диссидентского движения, один из наиболее ярких советских диссидентов. Скажите, пожалуйста, почему у вас, человека обычного, такого, как все в Советском Союзе, вдруг вызрел протест против советского, не хочу даже говорить слово режима, строя? Ну, нужно иметь в виду, какое было время тогда, ведь все-таки в большой степени время на нас влияет, общий контекст. А это же было время, мне было 10 лет, когда умер Сталин. Это был вообще-то самый большой шок в моей жизни. Плакали? Я не плакал, плакали все вокруг, но я широко раскрытыми глазами на все смотрел, все время старался понять. Это, ну, понимаете, прежде всего, ведь нам вдолбили в голову, что он бог, а он возьми по мне. Это была самая большая ошибка, товарищ Сталин. Но он как-то... И все, я помню, в 10 лет я уже соображал и думал, что скажет, значит, теперь никто за меня думать не будет. Нам же говорили, Сталин думает, а за вас, за вас сидит в Кремле Сталин, сюда показывали окошко светящееся, и вот он всю ночь за нас думает. А тут, значит, он не будет за нас думать, значит, это мне надо самому соображать. Вот это ощущение, что кончилась власть, что бога больше нет, оно для 10-летнего сознания, это очень сильный шок. А плакали сильно люди? Очень. Это искренние слезы были или слезы страха? Нет, это не было искренне. Это не было искренне. Через буквально 3 года Хрущев объяснил нам, что вот он был массовый убийца, тиран. Никто не возмущался. Не возмущался? Нет. Были какие-то волнения в Грузии, ну так, очень поверхностно. В России где все восприняли как должное. И это был второй шок. Вот тут я понял, что они все врали, сволочи. Да, и вот с тех пор вот наше поколение примерно плюс-минус, оно тем и отличалось, что мы абсолютно не доверяли никому старше нас. То есть вот обмануть человека можно один раз, два раза нельзя. У вас не было ощущения тогда вот сначала вы видели этот всенародный плач, дружный, организованный всенародный плач. Затем вы видели то, что после докладок Хрущева на 20-м съезде никто не встал и не сказал, слушайте, как это так. У вас не возникло тогда ощущение, что народ, вот нам говорили народ, народ, что народ, это на самом деле толпа, это стадо. Я не хочу сейчас такие слова произносить, но тем не менее. Вы знаете, у меня другая была мысль. Мысль о том, как легко люди мимикрируют, как они легко прикидываются. Они лжецы, вот они лгали нам. Вот все-таки это довольно постыдная вещь ребенка обмануть, правда? А они целому поколению детей врали. И у меня была к ним ненависть, не к Сталину, а к ним, вот к тем, кто старше нас. Вот они знали и врали, сволочи. А знали? Большинство. Многие говорили, что мы не знали, что творилось вокруг. Ну, понимаете, не знали масштабов. Это да, это так же, как в гитлеровской Германии, когда немцы говорят, что они не знали масштабов, скажем, Холокоста. Я верю, потому что пропаганда же не говорит, сколько. Но что они не могли не знать, что такие вещи происходят, это невозможно. У вас соседи арестовывают ночью. Понимаете? Вы это все знаете? Я совсем маленький был, соседа напротив в доме арестовали. И все шушукались. За что? За что царяка? Да, он старый был уже, отставной профессор. А он на кухне сказал, что без второго фронта мы бы войну не выиграли. Все? Исчез человек. Как это можно не знать? Это происходит каждый день у тебя под носом. Смерть Сталина, осуждение культа личности. Вот эти два события стали для вас поворотными? Да. Плюс венгерская революция. Компания. 56-й год. Да. Вот венгерская революция, все. После этого мы были готовы на восстание, на что угодно. Слушайте, ну вокруг комсомольцы и коммунисты, вокруг крепкая, мощная пропаганда. Самая лучшая страна в мире, страна победившего социализма. Все хорошо, все лучше и лучше. Человек уже в космос полетел, и это наш советский человек. И целина дает урожай, и все хорошо. И вдруг вы? Вы были белой вороной или таких было много? Понимаете, по настроениям, по пониманию ситуации, таких было очень много. Гораздо больше, чем думают. Я думаю, гораздо больше половины. Но просто люди предпочитали об этом не говорить, понимая, каковы последствия. Знаете, у всех свой выбор. Скажем, человек-музыкант, он хочет стать выдающимся музыкантом. Он не хочет рисковать этим богом. Своей единственной жизнью. Да, талантом, своей единственной жизнью, ради того, чтобы сказать то, что и так все знают. Просто вслух не говорят. Вы понимали, что выступая против советского режима, советского строя, вы рискуете? Вы понимали, что вы можете потерять и свободу, и жизнь? Конечно. Конечно. Это был наш выбор. Для меня это было совершенно очевидно. Более того, мы немножечко как бы сгущали краски, не зная реальности до конца. Я, например, когда первый раз попал на Лубянку, я был уверен, что меня будут пытать. Они меня не пытали. А как вы попали и за что первый раз на Лубянку? Первый раз я попал, мне было сколько? 19. Официальное обвинение было в владении запрещенной книгой. Литературой. Да, да. Но они уже давно следили. Это длинная история, вы читали в книжке. Сердечко из груди выскакивало, когда вас привели на Лубянку? Нет, нет, нет. Я как бы, у меня вдруг возникло ощущение, что здесь мне не надо быть, на самом деле. Тут мне и место, да. Вот, вызвал, и да, я отождал, что будут пытать, а они не пытают. Какой это год? Это 63 год. Я, значит, там просидел на Лубянке где-то месяца два, наверное. Тогда еще Лубянка работала, потом они ее закрыли. Внутренняя тюрьма. И все вертухаи были еще сталинские, все порядки были сталинские. Единственное, что уже не били, не пытали и не запрашивали ночью. Потому что при Сталине же был этот конвейер. А менты были все те же самые, и порядки. Вот, нет, у меня, я только вот внутренне готовился, и мне было, конечно, ну, молодой пацан, мне интересно было, выдержи, а вы не выдерживай. Вызов такой, да. А они не пытают. А, так вы еще и не пытаете? Да, трусы. Вызвал генерал КГБ где-то на третий день. Очень просто. Взял ордер на арест, сказал, если вы нам сейчас все сердечно расскажете, я этот ордер порву, и вы пойдете домой. А нет, я его подпишу. Очень просто. Никаких хитростей психологических не давал. Да, хочешь. Да. А мне показалось это оскорбительно. Ты что, меня вербуешь, сволочь? Я его довольно так по-черному обматерил. Вы студент МГУ? Уже на тот момент нет. Уже меня выгнали из МГУ. То есть никто? Никто, нет. И вы его обматерили, генерал КГБ? Я его обматерил очень так обстоятельно. В 19 лет? В 19 лет. Он никак не отреагировал, он так покачал головой, подписал, сказал, вы видите. Глядя на себя той поры, с позиции сегодняшнего времени и нынешнего возраста, вы кажетесь себе смелым, глупым или безрассудным? Не то, не другое, не третье. Я старался всегда вести себя, естественно. Знаете, вот я чего никогда не хотел, это кривить душой, идти против совести. Это я для себя решил, что я этого делать не буду. И опять же, в первую очередь, потому что смотрел на старшее поколение. Вы не хотели быть такими, как они? Вот такими я не буду, да. Вот вы смотрели, видели, как убивают миллионы людей и делали вид, что этого нет. Это был тогда очень популярный вопрос. Я знаю, что когда шли комсомольские партийные собрания с обсуждением доклада Хрущева о культе личности Сталина, многие молодые люди вставали и говорили, а что же мы молчали? Да, да. И Хрущеву такой вопрос задали. Хрущеву даже? Да. Что он ответил? Он сказал, кто... записка пришла. Во время съезда? Да. Он сказал, это вспоминает кто-то из участников съезда, я читал просто. Он сказал, кто написал записку, встаньте. Никто не встает. Он сказал, вот мы были ровно там, где вы сейчас находитесь. Вот он что сказал. Что на самом деле объяснение очень слабое. Для него это казалось объяснение, вот. А для нас, для молодого поколения, не было объяснений. А что ты вообще в этом зале оказался-то? Если ты боишься встать и сказать, что ты думаешь. Тем не менее, каждому дана единственная неповторимая жизнь, которую хочется прожить. Красиво, достойно. Советский Союз был страной приспособленцев. Вот. Наверное, и другие страны тоже, но я говорю о том, что знаю. Люди, которые не любили и ненавидели эту страну, тем не менее, ради карьеры, ради спокойной жизни, ради того, чтобы приходить домой к жене и детям, кривили душой, ходили на партсобрания. И в глубине души эту страну ненавидели. Вам не говорили, а тебе что, больше всех надо? А что ты лезешь на рожон? Все говорили. Все мне в моей жизни говорили. И плохое, и хорошее. Я знал одно, страна никогда не приняла эту власть. Они будут прикидываться, они никогда вслух этого не скажут, но внутренним чутьем я знал, страна этот режим не приняла, идеологию эту не приняла. Вот. Нет. Это я чувствовал очень рано, с детства. И я считал, что я со всеми, я со страной. Я ее тоже не принимаю. Только страна не протестует, а вы протестуете? Они говорят, ну, мало ли, у них свои проблемы, у них дети, у них там карьера. А я молодой, у меня детей нет, карьеры нет. Что же я буду молчать-то? За вами следили? Следили. Как это выглядело? Ну, в поздние годы, уже когда было движение правозащитное, обычно это была демонстративная слежка. Это две машины, две смены, как две группы, которые дежурят 24 часа. Меняются каждые 12 часов. Куда ты не идешь, едет машина, если пешком выходит из машины, там, два человека идут пешком, и меняются. Вот. 24 часа. Вы их знали в лицо? Конечно. Ну, они менялись, у них смены были. Но если долго, то, в общем, повторяться начинают. Так что... То есть это было психологическое воздействие? Вроде того, но оно эффекта не имело. Мы привыкли друг к другу, мы стреляли друг у друга закурить. Если ночью возвращаешься, сигареты уже не продают, это же не как теперь. Все ладьки закрыты. Ну, стреляют друг у друга. Зимой я, скажем, мать говорит, сходи за хлебом. Булочная была на углу. Ну, я в чем был, выскочил. И бегом. Холодно. Они из машин, как тараканы, и за мной. Прибегают в булочную. Чего? Я говорю, за хлебом. Встань вон, в кассу в очередь. Он встает в кассу. Я прилавлю. Покупаем хлеб. Бежим домой. Вот. Ну, ты что, сегодня никуда не пойдешь? Не, я не пойду. Окей. Так что, они-то подневольные люди. Они же... Обыски часто у вас проводили? Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз, по-моему. Это обыски с пристрастием были? Выворачивали книжки, все из шкафов? Да, да. Первый раз нет. Первый раз они знали, зачем они пришли. Они прямо туда пошли, взяли, что там было. Вот эта самая запрещенная книга и так далее. И все. Больше ничего даже не смотрели. А обычно, да, они очень тщательно все обыскивали. Я знаю, что когда возникло уже диссидентское движение, многих активных участников диссидентского движения пытались вербовать. И в ряде случаев это было успешно. И те, кто приходили на собрание, кто высказывались крайне негативно по отношению к Советскому Союзу, это были провокаторы, завербованные люди, у которых были и задачи такие, провоцировать других на подобные высказывания. Вас в более позднем возрасте, когда диссиденты уже были, пытались завербовать? Нет. Вот пытался вот генерал КГБ. Это был единственный случай. И задним числом я потом понял, что я интуитивно сделал абсолютно верную вещь. Я его послал. Причем на хорошем русском языке, отборном. И малейшее колебание с моей стороны, и мне было бы гораздо хуже. Они бы стали давить, 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 давить. А так они записали, видно, где-то в своем досье, что этот, мол, безнадежный. И все, и ко мне больше не лезли. Вы знали в своей диссидентской среде людей, которые были явно завербованы? Конечно. А вы не совсем правы. Вот вы говорите, завербованные люди были провокаторы, выступали. Не так. Вот мы в свое время украли инструкцию агентурной разработки у КГБшникова. Каким образом? Ну, сейчас не будем говорить, тем больше не я крал. Это как бы пусть автор расскажет. И мы ее внимательно изучили. Так вот, агенту запрещалось вести провокационные разговоры. Запрещалось участвовать в антиправительственных деятельностях. И поэтому мы высчитывали их мгновенно. Потому что им разрешалось распространять сам издат. Это окей. Тут они могут отмазать своего. У них же проблема, если арестуют своего агента, надо как-то отмазывать. А следствие вроде бы не берет этого внимания. Так вот, из этой инструкции мы выяснили, что сам издат человек читать мог. Это ему разрешалось. И распространять. И даже давать кому-то. А вот подписывать публичные протесты нет. И поэтому тесты наши были исключительно простыми. Вот человек к нам прибился, активничает. Подпишешь? Нет. Ага, окей. Мы ему ничего не говорили, конечно. Сколько раз вас арестовывали? Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз. Позднее, когда вас арестовывали, тоже пыток не было? Не били, не издевались? Нет. Но были всякие приемы у них всегда. Добрый, злой? Это, конечно, это всегда было. Нет, были и похуже приемы. Но они как бы были связаны с определенными ключевыми моментами. Вот скажем, в 71-м году, в 70-м еще, нет, в 71-м. В 71-м году, когда меня последний раз арестовали, я стал требовать добиваться своего адвоката под конец. У нас было договорено с Сахаровым, с остальными. Дело в том, что в этот момент власть лишала допуска к делам всех тех адвокатов, которые имели мужество сказать то, что они думают. А должен был быть допуск? Допуск. И вот большое количество наших адвокатов, в том числе моего адвоката, который меня в 67-м году защищал. Каминская. Каминская, Дина, да. Замечательный человек, она умерла уже. Вот. И мы с ней договорились. Я к ней пришел, сказал, Дина Исаакна, я знаю, меня где-то к весне арестуют. Я буду требовать вас. Не вздумайте отказаться. И Сахарова предупредил. Мы договорились, что если мне откажут, я объявлю голодовку. Да. И буду себе оближать. Поэтому они очень быстро поняли, что я на голодовке. Потому что адвоката нет. Никаке дело не закрывается. И они сообразили и стали везде трезвонить там по голосам, что я на голодовке. А дело в том, что у следствия осталось всего несколько дней. Им надо было закрывать дело и передавать в суд. А адвоката нет. Адвоката нет, нельзя закрывать. По закону я имею право закрывать дело только с адвокатом. И вот они тык, мык, а я нет. Давайте Каминскую. Да вот, да нет. Все. И голодовку. И вот они не знали, им надо было как-то меня сломать срочно, потому что кончался срок ареста. Передать в суд дело незакрыто, они не могут. Значит, что им отпускать меня? И вот они решили. Они меня стали кормить искусственно на первый же день. Принудительно? Принудительно, да. Через ноздрю. А что такое принудительно? Вас держат за руки, за ноги? Связывают с мирительной рубашкой, привязывают к топчану. Еще садятся на ноги, на руки, на плечи, чтобы не дергаться. И заводят зонт в ноздрю. Да. Обычно это делают в рот. Оттуда они решили, как бы, в качестве пыточной меры выводить в ноздрю. Без обезболивания, естественно? Конечно. Какое обезболивание? Более того, этот шланг, он имел на конце металлический набалдашник. По диаметру гораздо шире мои ноздри. Понимаете? И вот они мне рвали ноздри. Раз в сутки, каждый день они мне рвали ноздри. И вы? Ну, а что вы? Пузыри. А что тут скажешь? Ты сказать ничего не можешь. Пузыри крови и стены текут. Это же дикая боль совершенно. Нос очень чувствительный. Но вы могли бы прекратить голодовку в этот момент? Ну, я бы не стал. Зачем же я ее начал? То есть, вы пускали кровавые пузыри, но голодовку не прекращали? Нет, ничего не менялось. Потом вот они засунут, зальют эту жидкость, поддерживают, чтобы ты потом ее не вытошнил. И вынимают этот шланг. А назад мне никак не лучше, чем вперед. Да, это... Вот. И все. И ты в камере. Посадили меня в камеру смертников, чтобы, значит, вот вы на голодовке, вы, значит, статус самоубийца. Да. Ни газет, ничего. Там все привинчено к полу. Да. Вот такая. И, значит, а я хожу и шмыгаю носом, смешно вспоминать, пахнет мясом сырым. Потому что рвут же они все это, все хрящи. Только это только все подживет за ночь, на утро опять заново. И так 10 дней. На 10-й день не выдержала охрана. Было воскресенье, и они обступили врачиху. И женщина делала все это. Врачиха, да. Габашница. А охрана мужики, они меня держали. И говорят, дура, что ты его мучаешь, черт с ним, мы запишем, что ты накормила, оставь его в покое. А она в слезы. Она говорит, а что, вы хотите, чтобы меня посадили? Нет, кормите. То есть эти уже не выдержали. А в рот не додумались ставить, да? Они специально в ноздрю. Ну как додумались? Конечно, есть же механизмы делать это через рот. Нет, это было специально. Вот. На 12-й день они уже поняли, что все. Они проиграли. Пришел зам генерального прокурора по надзору за следствием КГБ. Тоже такой понтовитый карась. Да я вот тут мимо шел, узнал, что у нас кто-то голодает. Понтовитый карась, да? Да, да. Я так вот шел мимо, да? Рассказывай. Вот. Что такое? Почему голодают? Я объясняю. Ну что, ну, Каминская, я хороший адвокат, я ничего против не имею, но почему только ее? Я говорю, а не только, есть целый список, которых вы лишили допусков. Никаких допусков нет. Это было незаконно, это вся история. Ну, конечно. Естественно. То есть в документах они не говорили, что есть допуск. Вот. Никаких допусков нет. Я говорю, ну, ну, хорошо, вот, пожалуйста, еще два имени, если хотите. Вот Калистратова. Ну, там еще, я знал, кого лишили, это же объявлено было. Он крутился, вертелся, крутился, вертелся. Говорит, ну, хорошо, давайте, вот, швейский. Он хотя бы член партии. Он сказал. Какая разница, член партии еще? Ну, так вот, таким образом я зовю, значит, адвоката швейского, лишенного допуска. Это все было в нашей игре, потому что, на самом деле, для суда это значение не имело. На суде, вместо того, чтобы покаяться, вы произнесли резкую обличительную речь, которую потом долго цитировали и передавали друг другу в сам издатовских листочках. Ну, да. Я эту речь читал. Которую? Их было две. Вот, последняя. Семьдесят первого. Да. Она поражает вообще своей прямотой, бескомпромиссностью. Когда, может быть, надо было где-то или покаяться, или смягчить углы. Вы просто шли на пролом. Откуда в вас эта внутренняя сила была, скажите? Друзья, когда-то давно в Советском Союзе развенчали культ личности Сталина. И правильно, между прочим, сделали. Ну, а поскольку мой культ личности никто не развенчивал, внимание на меня. В нашем магазине Гордон Шоп Новинки. И сейчас я вам их продемонстрирую. Можете посмотреть на меня сразу. Очень хорошего качества. Футболочка. Это первое. Тут у меня на коленях худи такой. Ну, он не просто худи. С этой стороны знаменитая надпись про кадык. Вы знаете, какая. Но я не могу ее показывать вам, потому что Инстаграм может возмутиться. Я не хочу дразнить Инстаграм. Она есть. Она красивая. Точно такая же фраза про кадык на этой кепке. Я ее тоже вам не показываю. Она вот здесь. Что у нас есть еще? Вот у нас пацан есть. Это очень эксклюзивный вариант. Посмотрите на чувака. Вот такой он, видите? Вот такой. Ну, вот такой огромный. Вот он большой такой эксклюзивный вариант. Спокойно. Стой. Свои. Так. Чувака поставили. У меня еще вот такой есть. Это подушечка. Кто хочет, чтобы вам снились хорошие сны, спите только на такой подушке. Рекомендовано спать на ней вдвоем. Смотрите, она большая. Но если вы один или одна, можно спать на такой подушке. У тех, кто будет спать на такой подушке, будут хорошо расти волосы на голове. Потому что у меня они, видите, выросли на груди, а к вам перейдут на голову. И вообще, кто спит на такой подушке, тот видит не только хорошие сны, но у того никогда не болит голова и вообще ничего не болит. Эта подушка рекомендуется всем. Вот это вот такой вот шопер. Заметьте, шопер, не шокер. Это разные вещи. Шокер как-нибудь тоже выпустим, если разрешат, конечно. Так, что у нас тут еще есть? Вот это ароматизатор в машину, называется пахучий гордон. Пахнет даже лучше, чем я. Хорош запах, реально. Ой, молодцы. Вот это вот шарфик. Ну, тут тоже прокадык и что с ним надо делать. Но с другой стороны, тут вот так вот, поэтому шарфик можно смело надевать на себя. В общем, вот так. Вот так. Что у нас еще есть? Телефон, сразу предупреждаю, не мой. У меня отродясь, таких телефонов не было. Вот такой чехол для телефона. У нас еще много чего есть, чего у вас пока нет. Но у вас тоже будет, если вы зайдете в гордон-шоп, посмотрите, что там есть. И купите то, что вам понравится. Будьте здоровы и счастливы. Потому что, имея такой ассортимент дома, все будут здоровы и счастливы. На суде, вместо того, чтобы покаяться, вы произнесли резкую обличительную речь, которую потом долго цитировали и передавали друг другу в самиздатовских листочках. Ну да. Я эту речь читал. Которую? Их было две. Вот последняя. Семьдесят первого. Да. Она поражает вообще своей прямотой, бескомпромиссностью. Когда, может быть, надо было где-то или покаяться, или смягчить углы. Вы просто шли на пролом. Откуда в вас эта внутренняя сила была, скажите? Ну, я же вам говорю, я принял решение еще совсем под пацаном, у меня было лет 14, что с этим режимом я жить не буду. Я его никогда не приму. Ну, убьют, убьют. Я теперь понимаю, почему в главной коммунистической газете «Правда» вас назвали хулиганом. Вы, кстати, читали о себе этот? Конечно. Ну, да, это же была статья ЦК, она за подписью, псевдоним ЦК, Константинов. Все знали, что если бы Константинов, это ЦК написал. Ну, никогда еще людей хулиганами в правде не называли, согласитесь. Это их пропаганда. Я же сидел до этого по статье 191. Это за демонстрацию, за организацию демонстрации. Где вы ее организовали? В Москве. Где именно? Это была на Пушкинской площади. Вы вышли? Меня арестовали. А, в последний нет. Вы вышли на демонстрацию? Да. Сколько было человек? Человек 30. Против чего протестовали? Против ареста наших друзей и за отмену вот этих 190-х статей антиконституционных и так далее. И нас арестовали тогда всего, сколько было, 5 человек, по-моему. Но одного отделили и судили отдельно, а двоих отпустили. И мы втроем, нет, одного отпустили. И мы втроем, потом уже были на суде, и моих двух молодых подельничков отпустили на суде. Вот. И слава богу. А мне дали три года тогда. Но эта статья, которую они официально политически не считали. Она как бы вот нарушение общественного порядка, организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Только это и на футболе можно, правильно? Да, да. И это им дало основание говорить, а он вообще хулиган. Так что это был пропагандистский у них такой прием. Ну, в тюрьмах и на принудительном лечении вы провели 12 лет. Где и как вы сидели? Ну, сначала в питерской спецпсих больнице, на Арсенальной. Она, кстати, сейчас там... Ничего же не меняется. Я вот когда избирался в президенты, я повел ребят показать, вот, говорю, где я сидел. Она так и есть, тюремная психбольница. В ней, по преданию, умер Хармс в этой больнице. Умер с голоду, потому что их не кормили. Война была. Психов не кормили. Вот. Ну, там я, значит, с 63-го по 65-й я там был. Потом? В психбольнице. Потом я вышел в конце года, 65-го. Опять меня арестовали. Вот за организацией этой Пушкинской площади демонстрации. А потом я вышел. Тоже в психбольнице сидел? Да, да, где-то полгода. Потом? Смешное было время. Они не знали, что со мной делать. Они меня возили из одной больницы в другую. А врачи везде отказывались. Говорят, не-не-не, он здоровый. Тогда еще не было этой карательной медицины. Ну, конечно. И потом это гражданская больница. Это не спецбольница. Та-то тюремная. Там врачи, офицеры МВД. А здесь гражданские, обычные ребята. Они, конечно, понимали, что я здоров. И сразу говорили, не, мы его брать не будем. Хотите, месяц, экспертный срок мы его продерживаем. И все, забирайте. И так я вот месяц в одной больнице, месяц в другой больнице. Привезли, в конце концов, в Сербский институт. И даже Институт Сербского отказался. Потом где вы сидели? Потом вот я вышел в 67-м году. Я опять, значит, попал за организацию демонстрации. Три года. Это уголовный лагерь. Потому что по 190-й... Уже лагерь пошел. Да. Все, больше они меня не признавали. И в 71-м? И в 71-м тоже лагерь. Сколько лет? Ну, мне дали 12, как бы, по приговору. Но я их не отсидел. Сколько отсидели? Половину. Шесть лет? Да. В лагерях интересных людей вы встречали? Конечно. Много? Много. Ну, в политических лагерях уже последний. Вот там весь цвет вашей интеллигенции сидел. Сидел Светличный, Антонюк, Горобаль, Калинец. В соседнем лагере Стус, Сверстюк. Вы всех их знали, видели? Ну, тех, кто в соседнем лагере, я не видел. Я просто знал, что они там сидят. А тех, кто в лагере со мной, конечно, все дружили. Обсуждали будущее Украины на залежность. Когда вы сидели в лагерях, там были только политические или уголовный мир тоже присутствовал? Вот когда по 190-й, она не считалась особо опасным государственным преступлением. А в те времена не было понятия политические. И было особо опасным государственным преступлением. Вот. То ты попадал в уголовный лагерь. А вот по 70-й это уже особо опасно. То есть, 6 лет последние вы с уголовными не сидели? Практически нет. Только на этапе. То есть, было нормальное общество, в общем-то. Было с кем поговорить? О, да, конечно. Я в одной камере с Львом Григорьевичем Лукьяненко просидел года два и остались с друзьями. С Львом Григорьевичем Лукьяненко? Да. Очень хороший человек. Очень спокойный. Вот с ним сидеть благодать было. Он в книжку, я в книжку. Друг другу не мешали. У него характер очень хороший у Львко. Очень дружественный такой. Он вообще-то глубоко верующий человек. Тоже смелый человек? Очень. Он 25 лет отсидел, насколько я знаю? Да. Первый раз у него даже смертная казнь была, но ему заменили. Смертную казнь. Скажите, пожалуйста, я знаю, что отношения у политических с уголовниками складывались очень напряженные. Уголовников немножко стимулировали, чтобы они политических трогали, задирали, задевали и так далее. У вас не было конфликтов-экссессов с уголовниками? Нет. Это то, о чем вы говорите, действительно было, но было в сталинское время, после войны и до войны, в 30-е годы. Да, это все было. А в мое время уже этого никак не было. Дело в том, что для уголовников политические 30-х, 40-х годов, они были бывшие начальники. Они были законной добычей. А я для них был враг государства. Совершенно разные отношения. Уголовники ко мне относились исключительно хорошо. Помогали, пару раз спасли меня просто. От? Кто его знает, можете расстреляли бы, не знаю. Я в книжке описываю этот эпизод. Воры в законе. Воры в законе к нам относились исключительно хорошо. И мы друзьями остались на долгое время с ними. Это интересные люди были тогда воры в законе? Интересные. Действительно существовало и слово, и сила, и власть была у них? Конечно. Непререкаемая. Непререкаемая. Я был единственный политический на зоне, поэтому мне разрешали присутствовать на сходках. Да вы что? Да. Правда, мне запрещалось выступать там. Такой воровской закон. Вот присутствовать можешь, но масть другая. Масть не та, масть политическая. Выступать нельзя. А слушать можно. Я ходил. Мне было страшно интересно. Это как бы народное правотворчество. Нет, это очень интересно. Страшно интересно. Как в Верховном Совете заседать, фактически. Ну, как в Верховный суд, скорее. Как это происходило? Это очень интересно. Вообще, это отдельная тема. Я думаю, кто-нибудь когда-нибудь напишет. Ну, сколько собиралось воров одновременно? Воров вообще не может быть много в одной зоне. Воров в законе больше трех-четырех в одной зоне не бывает. Редко. В тюрьме, а другое дело. Их собирают специально. Да, а так нет. Остальные у них разные градации. Вот. И если они в этой градации, в этой системе, то они могут присутствовать. Ну, сколько человек присутствовало на собрании? Двадцать, тридцать? Да, тридцать, сорок могло быть. Какие вопросы были в повестке дня? В повестке дня, как правило, были исковые тяжбы. Вот у них же, это интересно, народное творчество, да? Это исковое производство. У них нет другого. Вот я лично предъявляю к вам претензии, да? Предъява. Да. И сходняк должен решать пахан. Ведет, отвечает за сходняк. Кто прав, кто нет. Да. И все имеют право, те, кто не сучен и не замаранный, имеют право давать показания. И это соблюдается. Приговор был? Приговор. И смертные в том числе? Смертных при мне не было, но у них было несколько градаций приговоров. Первая степень – это приземлить. Нет, неправильно. Первая степень – это дать по ушам. В натуральном смысле? Пахан говорил, дай ему по ушам. Получай с него. Называется, получай с него. Ну, бил. Прямо тут же? Обычно тут же. Не отходя от кассы. С особой жестокостью или нет? Нет, там, в зависимости от риска. Мало ли, если там не поделили пачку чая. А вот так даже? Ну, не будешь это убивать. А нельзя. Ты не можешь. Вор-вора не может просто так бить или прочее. Он обязан идти к пахану. Понятно. Да. Вот. Вторая степень – приземлить. Приземлить – это как бы снизить статус его в воровском мире. Все, вот он теперь так. Шавка. Да. Третья стадия – опустить. И так даже? Да. И опускали тут же или потом? Потом. Вот. За что опускали? Ну, опускали. Ну, это очень серьезное должно быть преступление. Если стал ментом. Если доказали, что стал стучать. За это могли? За это могли и зарезать, на самом деле. И вы видели такие случаи? Ну, зарезать при мне никого не резали. Но что там было дальше? Это, на самом деле, все очень сложно. Это вот я так пытаюсь упростить. А вот я вам расскажу историю, которую я вообще-то не описал даже, потому что она довольно жутенькая. Вот 68-й год, август месяц, 21 августа. Что произошло в этот день? Чешское событие. Так. Я иду с ночной смены, с работы, подхожу в стенд, под стеклом вывешены газеты, прямо рано утром, и смотрю, ну, интернациональная помощь. Вошли. Танки идут по Праге? Да. А до этого ведь было непонятно, пойдут, не пойдут, не пойдут, переговоры какие-то там тоже еще вошли. И вот я иду от вахты до барака, и я считаю лихорадочно, значит, что сейчас будет? Сейчас приедет ГБшник, куратор этой зоны уголовной, вызовет кума и скажет, у тебя агентура есть? Есть. Посылай к этому политику, пусть они его спрашивают, что он про это думает. И все, и мне вилы, мне вилы. Потому что придется говорить, что думают. Или придется говорить, что думают, или они доложат то, что их просят. Понятно. Они же кумовские. Я думаю, что же делать, что, раскрутят. А это же лагерная агитация, это уже тяжелая статья, это полосатый режим. Ай, лихорадочно, что делать, что делать. Как-то надо мне, чтобы я был не один. Как-то я придумал. Я прихожу в секцию. А жили мы там, вор был такой в законе по кличке Старый. И мы с ним как бы ели. Мы в семье жили в воровской как бы вместе. Вы нормально там себя чувствовали? Абсолютно. Я ему говорю, Старый, хочешь знать всех стукачей на зоне? Он говорит, как? Я говорю, так. Конечно, хочу, спрашиваешь. Я говорю, давай сделаем так. Мы сейчас из секции всех выгоним, мужиков. А сами с тобой чаем в дальнем углу и будем пить чай. Один за одним все стукачей зоны будут заскакивать в барак. Никого нет. Свалить ни на что нельзя. Так бы можно сказать, да, я вот у Ваньки сахар занять пришел. А тут, а, ничего нет. И вот он, кривясь, будет подходить и спрашивает меня, что я думаю про Чехословакию. Вот он стукач. Пахан говорит, давай. Всех выгнали из барака, заварили чайку, сидим, пьем. 19 человек занырнуло до обеда. Один за другим. Один за другим. Пахан говорил, ну ты даешь. Были такие, которые знали, что он, скорее всего, стукач. А были такие, которых он не подозревал. Пахан. Так вот, в течение года все они погибли. Ух ты. Один за одним. На того, что беля дров свалились. На этого там пресс упал. Все за год. Все. Вот такая история. Я этого в виду не имел, поверьте. Я их к смерти не приговаривал. Но вопрос был очень жесткий. Или я, или они. После того, что опускали, какие еще были суровые наказания? Ну вот, убийства. Да, убийства. Ну, при мне такого приговора никто не выносил. Вместе с киевлянином Семеном Глузманом вы написали пособие по психиатрии для инакомыслящих. Что из себя, если в двух словах, представляла советская карательная психиатрия? Ну, это уже было много позже. Мы с ним были в Перми. Это уже политическая зона. Там тяжелый лагерь был, да? Там климат был тяжелый. Лагерь, он поначалу был довольно режимный. Потом мы голодовку устроили и все успокоилось. Но поначалу жесткий был, да, режимный. Он был новый. Туда притащили новых надзорсостав. Им всем дали прапорщиков. Тогда еще было новое звание. И они за этих прапорщиков как бы... Уграблялись. Борзели, да. А что поначалу было довольно неприятно. Люди стали умирать. Там медицины не было. И мы организовались. И два лагеря объявили за голодовку. Потребовали медицину. Все сделали через месяц. Все сделали. Приехала комиссия ЦК. Дико перепуганная. Потому что мы, конечно, запараллелили на волю. Все-таки боялись, смотрите, да, власти? А, потому что мы запараллелили на волю. И сразу стали передавать по BBC, по Свободе. Запараллелили на волю, да? Ну да, конечно. Тут-то мы объявили голодовку. Заранее выпулили туда, что вот будет. И там уже наши знали. И в нужное время. И, конечно, это было шок для начальства. Мы в Перми. И как-то они передали. Как пел Высоцкий, а потом про этот случай раструбят по BBC. Вот, вот. И там было такое очень неприятно, в том смысле, что режим был довольно жестко соблюдавшийся. Он не был свирепея положенного, но буква соблюдалась. Обычно в уголовном лагере половина режимных требований не соблюдается. Никто не смотрит. Это Россия. Карательная психиатрия. Что из себя представила? И вот у нас был семинар такой разных этнических групп, зэков в зоне. И люди делали доклады. Украинцы рассказывали про украинское национальное движение, незалежность. Прибалты, про прибалтийские. Я читал, кстати, у Вас в книжке, что были сходки представителей этнических групп. Это интересная вещь. У нас совет был такой. Совет национальности. Верховного совета СССР. Потому что нужно же какой-то порядок в зоне, чтобы был, чтобы кто-то кого-то не обижал, чтобы споры решать. И это был представитель от разных этнических групп один. Вот такой совет. Ну и мы вот такой семинар вели. И мы со Славой подумали, о чем такое. Там разные доклады были. Говорим, давай сделаем интересную тему. Ты как психиатр, я как... С Глузманом. Да, да. В быту его звали Слава. Семен Фишелевич, это он по паспорту. А так его все звали Слава. Давай сделаем. Людям интересно будет. Потому что ты с психиатрической точки зрения, а я с точки зрения как бы пациента. Практически. Вот. Давай. Давай. И мы сделали с ним доклад очень успешно. Все были заинтересованы. А потом мы с ним говорим, слушай, а может мы запишем этот доклад и пошлем. Тема многим нужна. Да. И мы так и сделали с ним. Очень так по-хитрому писали. Половина текста по-английски, по-русски. Потому что стукачи же смотрят, что ты там делаешь. Вы уже тогда могли по-английски писать? Ну да. Я в тюрьме выучил английский. Вот. И значит, да. С английским было очень смешно. Что-то меня в карцер ведут. А Славка Глузман что-то меня кричит по-английски. Я ему отвечаю. А мент такой дуболомный, российский такой. На меня посмотрел. Вот Буковский. А я не знал, что ты из жидов тоже. Он решил, что я их по-еврейски все говорю. На иврите, наверное. Да. Ну я его не стал разочаровывать. Ну пусть считает. И будет как удобнее. Вот. Да. И мы выпулили с ним эту книжечку. И она, как ни странно, очень хорошо пошла. И здесь, на Западе ее очень знают. Она на многих языках вышла. Это правда, что именно вы ввели в диссидентское движение генерала Петра Григоренко? Да. Да. Он же был марксист. Знаете, существовало... Генерал советской армии, извините. Да. И он очень долго, он почти всю жизнь был марксист. При этом честный человек. Идеалист. Идеалист. Он же первый раз сидел, он создал группу борьбов. борьбы за, я забыл, как это называлось, за чистоту ленинских идей. И всех своих сыновей в эту группу ввел, они все офицеры были. И сел на этом первый раз. За чистоту ленинских идей, да? Да. Он такой был генерал. За невозможное можно было назвать просто. За невозможное. Ну, по-всякому можно было. Я-то и над ним подшучивал всегда и говорил, знаете, Петр Григорьевич, вот ровно чистоты ленинских идей мне и не хватает в этой жизни. Так еще мы как-то выживаем без чистоты, а с чистотой уж точно сдохнем. Но мы с ним всю жизнь спорили про марксизм, но дружески. Человек был исключительно честный. Хороший человек, но темный, да? Ну, они, их поколение, знаете, я не берусь их судить. Они же, он из крестьян, он пацан деревенский, его вытащили, да, какой-то рабфак там, да, мозги ему там промыли и все, и он полжизни в это верил. Действительно верил. Вот. Поэтому и сел, потому что верил. Он не был конформистом. Чистота так чистота. А вот. И он никого не знал. Он в нашем движении, он никого не знал. Он был совершенно отдельно. Он был генерал. Он был профессором Академии Фрунзе, между прочим. Ух ты! Высшая военная академия. Зав кафедрой военной кибернетики. Вот его должность была. Не просто все. Когда он сел. Не, совсем не просто. Но мужик славный очень. Мы с ним познакомились в дурдоме и потом договорились, когда освободились. Неплохое место для знакомства. В те времена лучшая рекомендация. Лучшая рекомендация. Я потом встретился с каким-то человеком. Он спросил, вы были в психбольнике? Какой у вас диагноз? Я говорю, ну вот у меня два было, там, спорные. Но вообще параноальное развитие личности. Это хороший диагноз. Людям с таким диагнозом можно верить, сказал. Очень интеллигентный человек такой. Ну и потом мы освободились, сошлись в Москве. И я его ввел, действительно, в диссидентские круги. Но еще смешнее, я его познакомил, был такой Сергей Петрович Писарев. Совершенно замечательная личность. Этот тоже был марксист совершенно. Железный. И тоже вечно или сидел, или его выгоняли из партии, или он добивался восстановления. Вот другого состояния в жизни у него нет. Это кошмар, да? Да. Что за люди были? Он потрясающий человек. Слушайте, этого мужика арестовали в 1937 году. Потому что он протестовал против ареста своего приятеля. И везде писал, что вот он невиновен, это неправда. Его арестовали, его дико пытали. Ему сломали хребет на дыбе. И с этим хребтом сломанным бросили на нары в бутырки подыхать. А он не только не подох. Он каждый день на клочках туалетной бумаги писал жалобы. Не про себя, а про своего товарища. 1939 год. Его вызывают вдруг внезапно с вещами в прокуратуру. В генеральную прокуратуру. Приходит, прокурор открывает досье. И он видит все свои клочки бумаги, мелко списанные, туалетные, подшитые к этому делу. А над ним же сокамерники смеялись. Вот система, да? Да. А сокамерники смеялись. Ты что делаешь? Ты переводишь туалетную бумагу. Я говорю, так мало. Ты что думаешь, они куда-то отправят твою жалобу? Они выкинут в корзинку. Ничего не выбрасывалось. И прокурор ему говорит, да, вот мы разобрались с вашим делом. Вы невиновны. Совершенно. Это враги пробрались в НКВД. Вот они им, да. К сожалению, ваш товарищ безумие скончался. Он тоже был невиновен. Вот с таким, допустим, он вышел. Через... А хребет? Хребет. Он в корсете всю жизнь жил, человек. С этим корсетом, с этим хребтом он воевал. Он был офицером на фронте. Я знал человека, которого он раненым вытащил на себе. Можете себе представить? С сломанным хребтом. Гвозди. Гвозди бы делать из этих людей. Это еще не конец истории. 52-й год. Дело врачей-вредителей. Сергей Петрович пишет. Протестует. Лично пишет Сталину. А он же старый большевик. Конечно. Он отлично знал Паскребышева. И через Паскребышева лично в руки Сталину передал письмо. Что вот, товарищ Сталин, дело врачей-вредителей фальсифицировано, «А аппарат МГБ лжи сверху донизу». И Иосиф Виссарионович, прочтя это, настолько обалдел, что не посадил его. Он его послал в двурдом. Он решил, что все сбрендил человек. И вот он сидел в этой самой арсенальной. Но только задолго до меня. Вот. А я с ним потом познакомился, там, свели нас. И вот я его с Григоренкой соединил. У меня была такая шальная мысль. Ну, пусть марксисты с марксистами как-то договариваются. На общей платформе. Да, да. Потому что я с ними могу только спорить про чистоту ленинских идей. У меня ничего не получается. Я их свел. И что же вы думаете? Из этого дела родилось дело крымско-татарских движений. Потому что Писарев и Кастерин занимались этим делом. Но занимались закрыто. Они к публике не обращались. Потому что они считали, что обращаться к классовому врагу нельзя. И вот они там добивались реабилитации. Там Джемилев был в этой группе, да? Нет, Джемилев никогда марксистом не был. Он был просто активист. Нет, он просто крымско-татарское движение. Ну, Мустафа вообще легендарный человек. Легендарный? О, да. Вот. Ну вот. Так я свел Писарева с Григоренкой. И, ну, где-то полчаса посидел, послушал. Потом тихо ушел. Потому как спорт на высокие марксистские материи. Но что Григоренко сделал? Он доказал Писареву, что обращаться в буржуазную прессу можно. Он нашел письмо Ленина Александровскому там какого-то восьмого года, где тот пишет, что в интересах прилетая-то можно использовать буржуазную прессу. Слушайте, как оболванили миллионы людей на ровном месте. Оболванили? Я никогда этого не понимал. Призрак бродит по Европе. Я-то родился уже все, у нас этого не было в голове ни у кого. Что самое интересное, я читал много воспоминаний отсидевших людей. Они садились при Сталине, с именем Сталина ходили на допросы. Их расстреливали с именем Сталина на устах. Они выходили и говорили, Сталин ничего не знал. Да, да. Поразительно, правда. Но я встречал таких. Еще тогда были такие живы. Потом уже их не было. Я, вы знаете, Владимир Константинович, хотел бы спросить вас о наиболее ярких представителях диссидентского движения и людях, которые внесли огромный вклад в разоблачение преступлений советского режима. Я хотел бы начать с Солженицына. Очень противоречивая личность. О нем говорят и очень хорошо, и очень плохо. Вы знали Солженицына лично? Знал. Что это за человек был? Я не был с ним близким приятелем, так скажем. Нет. Никогда. Я его знал, еще в России у нас были контакты. Потом я у него жил в Вермонте трое суток, когда освободился. Я поехал, попросил, давай поговорим мне идти к Картерову, к президенту. А я же ничего не знаю, я же из тюрьмы. Ты мне дай... Что тут происходит? Да, какую-то раскладку дай. Он очень охотно учебу, у него трое суток жил, и мы с ним говорили трое суток. Вот там я ему объяснил, что уголовники нас больше не прессуют, что они все, друзья, и так далее. Он спорить пытался, потом говорит, да, ну, времена меняются, да. Он интересный человек был? Он интересный был человек. Его можно было переубедить в устной беседе. У него была какая-то странная вера, что он как бы не случайно на этой земле. Миссия. Да, потому что он пережил три самых страшных вещи 20 века. Он пережил войну, он пережил гулаг, он пережил рак. И выжил. И он просто верил, что он не случайно остался жив, что он вообще-то обязан что-то сделать. Ну, наверное, это так и было, правда? Ну, в большой степени, хотя я не верующий, в те силы я как-то слабо верил. Он внес очень важный вклад в развенчание советского строя? Да, безусловно. Он пробил то, что не удавалось никому. Ведь книг про гулаг было много. Очень много. И поляки писали после войны, и Кравченко. И Гинсбург, и Шаламов. Да, и Шаламов. Огромное количество. И это все умирало на Западе. Умирало. Все. И левая интеллигенция это не признавала. Она с этим судилась, как Кравченко, например. Нет, это не было фактом сознания общественного, что гулаг пробил от Солженицына. Я сам это видел. Я как раз в 76-м году попал в Париж. И я видел, как менялась французская интеллигенция. Как они себя называли дети Солженицына. Понимаете? Это были писатели, философы. Варлам Шаламов, которого называют писателем крупнее, чем Солженицын. Я, кстати, это хочу у вас спросить. Писатель, кто лучше, на ваш взгляд, Солженицын или Шаламов? Ну, это дело в литературных... Описавший лагеря. Шаламов описывает очень специфические места и в очень специфический период. Он глубочайший пессимист. У него описана лагерная жизнь, гулаг, так, как я его не видел и не мог видеть. Это вот 1938 год на Колыме. Вот. Это действительно, когда десятки тысяч людей убивали прямо так. Ни за что. Мне и Кир рассказывал, Петя. Сын командарма. Да, как ведут по... Это самое... Конвой ведет в колонну зэков. Вдруг кто-то из них кричит там, ну, что-то у вас слишком много, у нас столько мест в лагере нет. И они начинают из автоматов прямо по колонне зэков стрелять. И кто успел лечь, там, в воду забрать, тот выжил. Постреляли, сказали, так, вставайте, пошли. Вот это какие были времена страшные. Понимаете? И он это описывает. Его описание, оно безнадежно. Вот это одна из немногих книг, которые я читал, где безнадежность полная. Колымские рассказы. Да. Это полная безнадежность. Он какой-то такой настолько трагический человек. Он, кстати, никогда не оправился. Он так и умер, нещий, слепой, в каком-то приюте. Он не мог жить. Вы с ним знакомы были? Нет. Нет, Шаламу никогда не встречал. По описаниям он там прятал под матрас куски хлеба, боясь умереть с голоду. Жуткая вещь совершенно. Нет, это очень экстримная вещь, он описывает. Ни Солженица, ни я такого периода в ГУЛАГе не застали. Солженица достал в сталинские времена. Он достал всю эту уголовщину. Да. Он застал восстание, кстати, одно из самых важных вообще вещей, которые он описал. Это лагерные восстания, которые были. Я это знаю от участников. Это все он правильно описывает. Я потом сидел с людьми, которые там были. Вот. Это более оптимистическая книга. Вы читаете ГУЛАГ, у вас нет депрессии. У вас, наоборот, прилив оптимизма, да, люди могут. Люди могут. А у Шаламова человека нет. Нет человека. Я помню, я прочел в его рассказе такую фразу, что в лагере друзей не приобретешь. Это просто противоположно моему опыту. У меня самые лучшие друзья были в тюрьме, в лагере. А в их время вот доходило до такого, что уже друзей не было. Что они могли друг друга съесть. Понимаете? То есть я не оспариваю Шаламова. Он жил, он видел. Я думаю просто, что если условия зажать еще на несколько оборотов, то человек превращается в животное в основном. А вы видели людей, которые превращались в животное? Видел. Видел. Удручающее зрелище? Очень неприятно. Не хочется этого видеть. Как ни странно, эти люди, как правило, выглядели вполне крепкими. То есть это не были слабаки по виду. Удивительная вещь. Слабаки, как правило, духом сильны. А вот эти мускулистые ребята, Гераклы, да, они, во-первых, голода не переносили совершенно. Не переносили. Вот у него такой обмен веществ. Надо кушать. Да. И они становились животными от голода. В чем это проявлялось? Ну, они могли отнять еду у соседа. За что полагается нож в тюрьме. Вот тут на сходке бы его точно убили. И полагался им нож? Был нож? Ну, в тюрьме не было. Но они, как вот эти 19, они до дома не доедут. Понимаете? То есть люди извереют. Люди опускаются жутко. Вот там эти опущенные. Не следят за собой. Да, уже все. Они помоечные, они грязные, они спят у параши. Это все. Это уже не человек. Вот. Видел я это тоже. На воле это были обычные, нормальные люди? Успешные даже, может? Ну, трудно судить, кто как. Кто может успешный, кто не очень. Но нормальные люди были, они попали в тюрьму. Так же, как и все. Скажите, пожалуйста, из встреченных вами в тюрьмах и лагерях, примерно какой процент был невинных? Вот совершенно невинных людей? В советское время? Да. В советское время процент невинных был не настолько высок. Совсем невинных. Там гораздо чаще были люди, которым дали намного больше срок, чем они заслуживали. Вот это было очень часто. Неадекватно наказано. Абсолютно неадекватно. Абсолютно. Были невиновные? Были. Я же, как положено политическому, в уголовном лагере был подпольным адвокатом. Я писал всем жалобы. Кассионные, надзорные. Они мне приносили свои приговоры. Это не легенда, это факты. И я знаю, процент был такой. Но больше всего было, конечно, неадекватного наказания. Скажем, деревенский парень украл три ведра жмыха в колхозе. Судья, посмеиваясь, дал ему три года. Говорит, погоду за каждое ведро. Ну, слушайте, какие-то истории из Виктора Гюгова. Это, пожалуйста, сколько угодно. Длинная история была много. Я писал сотни этих жалоб. Еще один человек, о котором я не могу спросить, Андрей Дмитриевич Сахаров. Вы общались с ним? Да. Неоднократно. Да. Что это был за человек? Мы с ним общались в 71-й, сейчас скажу, 70-й год. И начало 71-го. Вот между двумя отсидками я его знал и больше никогда в жизни не встречал. С Люсей, конечно, я был знаком и до того, и потом, сколько угодно. Она действительно имела на него такое решающее влияние? Нет. Она могла повлиять в вопросе, какую шапку одеть и не забыть надеть пальто. Это да. Андрей Дмитриевич, человек был исключительно упрямый. И если вот это принципиальный был вопрос, это безнадежно даже говорить. В 76-м году Советский Союз облетела частушка. Обменяли хулигана, да? Да. На Луиса Карвалана. Где бы взять такую дальше по тексту, чтобы на Брежнева сменять? Да, да. Исторический факт. Советского диссидента правозащитника Владимира Буковского обменяли на генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Чили, томящегося в застенках преступного, как писали в Советском Союзе, кровавого режима Пиночета на Луиса Карвалана. Товарища Луччи. Я помню с детства, как его называли в советской прессе. Как вы узнали, что вас, которому осталось сидеть еще 6 лет по приговору, собираются менять на Луиса Карвалана? Я узнал об этом в самолете. Ох! Дело в том, что вы по книжке знаете, они же никогда ничего не объявляют, если берут на этап. Нам не полагается знать, куда нас везут, да? С вещами на выход. Да, с вещами на выход. Первая мысль? Ну, первая мысль в карцер, вот, но смотрю, карцер прошли. Думаю, куда же? На вахту и в этапную камеру. О, думаю, интересно. А я как раз сдал сапоги в ремонт где-то накануне. Долго требовал, чтобы взяли в ремонт, не брали. Я добился. А тут уезжать сапогов нет. Я стучу, говорю, начальник, у меня сапоги в ремонте, давай сапоги. Сейчас, сейчас, сейчас пошлем. Ну, проходит час, нет, ничего. Я опять стучу, говорю, сапоги давай. Послали уже, послали, уже послали. Уезжать. Давай сапоги, не поеду без сапогов. Вот. Ну и ведут на вахту. Там сидит дежурный капитан. Я к нему, ну, вот, гражданин капитан, сапоги в ремонте, я никуда не поеду. Давайте сапоги. А он так на меня посмотрел с тихой грустью. И говорит, да не нужны вам больше сапоги. Конец вам. Я думаю, нааа. Есть только одна вообще ситуация, в которой сапоги не нужны, да. Ну, думаю, сейчас в лесок завезут. При попытке к бегству. Да, выводят, и все необычно, автобус, микроавтобус, не воронок. Внутри 12 штатских мордоворота. Ну, думаю, сейчас посмотрю, как они расстреливают. Всегда интересно было, как это делается. Да? Да. Вот. Едем. И вдруг я замечаю, по отзыву, за шторин автобус, не видно ничего снаружи. По отзыву спереди и сзади, что идут спереди и сзади милицейские машины с мигалкой. Так на расстрел не повезут, да. Думаю, нет, тут что-то не то. С почетом расстреливать будут. Тут что-то не то. Да, и таким образом доехали до Москвы, привезли в Лефортово. А, ну, думаю, Лефортово, ну, там, понятно. На утро, ночь я проспал, на утро, очень рано, в 6 утра, на прогулку. Ну, хорошо, пошли на прогулку. Но они на прогулку меня не повели, повели в боксы. И там, значит, у меня-то, в общем, мою одежду отобрали, тюремную, на прожарку, да, в новой тюрьме забирают. Вот, и там штатские костюмы, рубашка шелковая, галстук, ботинки, носки, пальто. Одевайтесь. И иезуитские. Я говорю, а зачем мне? Я не хочу. Мне это сразу не понравилось. В штатском. Убьют в штатском, значит, ты действительно бежал, да. Я говорю, я не буду. Ну-ну-ну, будешь, будешь. Одевайся. Я говорю, а где мои вещи? Не нужны тебе твои вещи. Вот думаю, жизнь. И никакая мысль не закралась? Нет, абсолютно нет. Я в этом смысле пессимист. Моя первая мысль расстреляют. Через 5-6 других мыслей, что, может, сейчас выводят. Но советская власть этим нас не баловала. Так что, да, думаю, хорошо. Ну, оделся. Они раз и захлопнули мне наручники сзади. Ну, думаю, все, теперь уже я даже и не дернусь. Опять этот автобус, микроавтобус, опять эти 12 сфинксов таких, которые не говорят. И по Москве. И да, и явно едем по Москве. Но я не вижу, шторы задернуты. Едем долго. Куда, черт возьми, из Лефорта. Я Москву знаю, из Лефорта. Ну, это мы и мы всю Москву проехали. И правда, значит, останавливаемся. Чего там, начальники там бегают, стучат дверками. И вдруг слышу рев моторов. А, аэродром. Все понятно. Что? Значит, за границу. То есть, вы поняли все? А куда? Зачем меня на аэродром везти? Да еще в штат. То есть, вы поняли, что все нормально? Да. Что выгоняют. Ну, про обмен я ничего не знал. Ввели в самолет. Самолет какой? Самолет был правительственный. Это мы улетали с военной базы. Это не с аэропорта мы улетали. Жуковский, наверное? Наверное, да. И потом кто-то говорил, что это был личный самолет Андропова. Ну, я не знаю, так, не так. Ну, советский самолет. Пустой. Вот. А я, значит, как-то дал знать. Да, мать отказывается идти на борт. Она же всей семьей выгоняли. Всей семьей. Мать вызвали накануне на Лубянку. И сказали, вот завтра вам придется ехать. Вместе с сыном. Таково решение руководства. А мама сообразила отдать ей должное. У нее мозги работали. А она говорит, подождите, минуточку. Мне наплевать, какие у вас там решения вашего руководства. А у меня есть еще дочь и внук. Я без них никуда не поеду. Как же, Нина Ивановна, ну как же можно? Это же решение руководства. Говорит, ну плевать мне на ваше решение. Идите и решайте заново. Часа три она там просидела. Они бегали, пытались уговаривать. Потом прибежали. Говорят, ну хорошо, ладно, можете забрать дочь и внука. И сколько дали на сборы? Ну, накануне. Разговор накануне. Фантастик. Ну, самое замечательное, это вот как советская власть совершенно не понимала, с кем она имеет дело. Они сказали, ну только пожалуйста, никому об этом ни слова. Первое, что мама сделала, позвонила Сахару. Говорит, Андрей Дмитриевич, вот такая история. Естественно. Никому ни слова. Как это может быть, да? Ну, Сахарову можно. Нет. Никому только Сахарову. Ну, естественно, значит, они, что там они собрали, там в основном были насильные вещи. Слушайте, ну вот квартира, все разложено по полочкам, по местам, книги, я не знаю, личные вещи. Книги они оставили. И что сказали, завтра до свидания? Да. Они как-то успели написать доверенность Славе Бахмину. И тот, как бы все вещи остались на нем, и он потом что-то посылал, книжки посылал все время, полулегально. А так все. Ну, вот, вот, насильные вещи. Вот то, что тебе надо носить, то они взяли, больше ничего. Вот. А у меня наоборот. А я приехал с мешком. А в мешке у меня там все, и тряпка, и мыло. Даже мы же думали, может, в другую камеру. Но это на Западе очень важные вещи. Да. И этот, мутросовка у меня, эту с вещами сразу отобрали. Все. И только в Цурихе мне ее выбросили. Вы зашли на борт, мама там уже? Нет. Вот мама, значит, отказывается идти. И говорит, а может, вы меня обманываете, покажите, что он там. И что же вы думаете, они меня вывели на трап, показали. Сколько лет вы маму не видели перед этим? Ну, шесть. Да. Вот. И она взяла, опять же, старуха, мозги работали, свидетеля. И в качестве свидетеля они взяли дочку Петю и Киры, Иру. Чтобы был свидетель. Ну, вот. Ну, все, так мы помахали ручкой. Но она увидела, что... Жену Кима? Жену Кима, да. Ну, бывшая жена, она умерла. И они увидели, что у меня руки-то в наручниках. И мать, попавшая уже в самолет, самолет пошел. То есть вы увидели маму? Я увидел маму. Она зашла в самолет? Она зашла в самолет. Она вас поцеловала? Пришла. Не, я не подпустили. Пришла сестра. Она одна или сестра с племянником? Сестра с племянником. Они сидели в голове, в передней части самолета, а я в хвосте. Вы в наручниках сзади? Да, с 12 офицерами группы «Альфа», как оказалось. Потрясающе. Да. Зачем 12 офицеров группы «Альфа»? Я весил тогда 59 килограмм. Меня мог любой из них взять под мышку и унести в Цюрих. 12 офицеров «Альфы». Рейс на Цюрих. Рейс не знали никто, куда летим. В том числе и руководивший всем этим, как он сам представился, помощник Андропова. Ну, кто он, на самом деле, у ГБ не выяснишь. Помощник Андропова. Да, и он сам не знал, куда летим. Мать подняла скандал сразу. Говорит, что вы его в наручниках держите? Я вообще имею право на свидание. Ну, ГБш не говорит, ну, хорошо. Привел ее ко мне. И вот тут она мне рассказала, что это обмен. Она знала, что она? Она знала, ей сказали накануне. На кого сказали? На Лубенке, да. На Лубенке. Вот. Это первый раз, что я узнал. Ваша реакция? Ну, я смеяться стал. Не плакали, смеялись? Да, конечно, я смеялся. Я все время смеялся. Даже поведение ГБшника было ужасно смешно. С этими наручниками мать кричит, она очень возбуждена была. Ну, ушла. Я ему говорю спокойно, этому помощнику. Говорю, ну, на самом деле, что вы меня в наручниках-то везете? Летим. А унизить напоследок? Летим. На высоте 10 километров. 12 агентов, офицеров Альфа вокруг. Что вы? Ну, вы же знаете, такова инструкция. Заключенных по воздуху конвоируют только в наручниках. Это правда, есть такая инструкция. И тут я уже, значит, начинаю туфту кидать. Я ему говорю, ну, хорошо, на территории СССР я заключенный. А будете везти над Германией. Вы не боитесь, что будет скандал? Он так задумался. А тупой мужик. Сейчас выясню. Пошел в кабину. С кем он связывался? С Москвой, я не знаю. С Андроповым, наверное. Приходит, говорит, так, вот при пересечении государственной границы в воздухе с вас снимут наручники. Уже хорошо. Вот страна дурная, да? Абсолютно, да. Он идет к Андропову, члену политбюро, да, выяснять, можно ли с меня наручники снять. Да. Хорошо. Да, пролетаем явно эту границу. Он приходит. Причем я блефовал. По международным законам судно и самолет экстерриториальное. Конечно, территория Советского Союза. Да, да все это. Я просто для блефа сказал. А он, знаешь, ну как, пошел выяснять. И, видать, я Андропов не знал. Вот, да, сняли наручники. Он говорит, ну, теперь я могу вам официально объявить о том, что вы выдворяетесь в территории СССР. Ура. Я говорю, это все? Да. Я говорю, а гражданство? Гражданство вы не лишаетесь. Вам будет выдан паспорт для проживания за границей, действительно, и на пять лет. Советский паспорт? Советский. Что они и сделали. Я говорю, ну а срок? У меня еще шесть лет срока. Ваш срок не отменяется. Он остается в силе. Я говорю, позвольте. Это уже становится совсем смешно. Это значит, что происходит? Вы мне устраиваете побег из тюрьмы. Мне не дают досидеть, да? Побег из тюрьмы. Так получается? Ну, он так криво усмыхнулся. Судите, как хотите. Я выполняю распоряжение руководства. Прилетели в Цюрих. Да, прилетели в Цюрих. Сели в аэропорту, на аэродроме. Подкатил самолет в Львганзе, который привез этого Карвалана. И швейцарцы для гарантии безопасности окружили эти два самолета войсками. Вы бы видели разочарование этих чекистов. Они хотели выйти в Швейцарии погулять. Естественно, в аэропорт колготки купить. Ну, один посмотрел, говорит, да, сходили в аэропорт. Ну, советские люди. Карвалана вы увидели? Нет, только издали. Дело в том, что советские, советская страна, а переговоры все шли через американцев, потому что учили СССР, не было дипломатических отношений после 73-го года. А советская страна настаивала на том, что это не обмен, а одновременное освобождение. Вот так им надо было. Американцы говорили, да, пожалуйста, как угодно, но только как мы это делать будем? Советские требовали в разных городах. Скажем, меня в Женеве, а Карвалана там во Франкфурте. Тогда эти государства, отвечавшие за это, отказывались. Они говорили, мы не можем гарантировать честность сделки. Мы, по законам международным, раз на нашей территории происходит такой обмен, мы гаранты того, что сделка будет. Швейцария нейтральная страна, в конце концов. Да, да. Нет, мы так не согласны. Вот они год бились. Я потом в архиве ЦК видел эти телеграммы. А вы сидели. А я сидел, да. Наконец, советские сдались, но с условием, что мы с Карваланом друг друга видеть не будем. Простите, вы его никогда больше не видели? Нет, никогда. А интересно было на него посмотреть? Поговорить с ним нет? Нет. Я посмотрел, что он там говорит. Он был матерый, сталинист. Совершенно неизменившийся. Вот последний раз у него брали интервью. Он жив до сих пор? Нет, он умер летом. Недавно, да? Да, ему было 92 года. Последние делали интервью НТВ, по-моему, с ним в 2007 году. И он недоумевал. Как это так? У вас там рухнула советская власть. А куда же смотрела Красная Армия? Это же Красная Армия. Они должны были... Логично. Вот. Я до сих пор... Вот у меня детские воспоминания остались в 1976 год. Леонид Ильич Брежнев встречает в Кремле освобожденного Луиса Карвалана. Он идет широко, расставив руки ему навстречу, говорит Карвалан и заключает его в объятии. Что он любил, да. Вы видели эти кадры? Конечно, конечно. Но еще смешнее мне рассказал Саакашвили. Пару лет назад, когда я был в Тбилиси. Он говорит... У меня, говорит, есть темное пятно в биографии. Я пионером приветствовал Карвалана здесь в Тбилиси. Я хочу вас спросить, почему Запад добивался обмена на Луиса Карвалана именно вас? Вы были флагом диссидентского движения? Ну, вы знаете, было в это время несколько людей, которых они таким же успехом могли добиваться. Кто? Ну, тот же Григоренко. Да. Еще кто сидел в это время? Алик Гинсбург. Почему вы? Вот. Это задача, которую я до конца не решил. Хотя видел очень много документов в архиве ЦК. И свои документы. И решение Политбюро о моем обмене. Политбюро принимало решение? Политбюро, да. По догладной записке Андропова, Громыко и Пономарева. Заведующим международным отделом. Международным отделом, да. И там вот эта фраза замечательная, что это позволит нам, вот такое решение о выдворении, не освобождая Буковского из-под стражи и не спрашивая его согласия, выдворить его за рубеж. Такая забота. После высылки из Советского Союза вы были с почетом приняты в Белом доме президентом Соединенных Штатов Америки Джимми Картером. Как это происходило, эта встреча? Ну, это был, по-моему, 1 марта 1977 года. Картер, видите, там два обстоятельства. Во-первых, он сделал проблему прав человека ключевой в своей кампании избирательной. Его выбрали, а он очень чувствительно относился к общественному мнению. Со мной сделало телевизионное интервью большое, очень знаменитая программа американская. Майк Уоллес, как он назывался, эта программа? 60 Minutes. Себес, программа Себес, 60 Minutes, которая у них выходила по воскресеньям. У них был устойчивый рейтинг, там чуть не 40 миллионов их смотрело. И этот Майк Уоллес, прекрасный журналист такой, который все время адвокат делал, умеет вытащить из себя какие-то вещи, он под конец меня спросил, а хотели бы вы встретиться с нашим президентом, объяснить ему, что такое жизнь в Советском Союзе? Я говорю, ну да, конечно. И Белый дом получил что-то порядка миллиона писем. Ух ты! Требуя, чтобы он меня принял. Потому что он не принять меня не мог. Я про это узнал позже, тогда я ничего этого не знал. Вы долго с ним встречались? Все это длилось час. Немало. Он пришел не сразу, он ужасно нервничал, он боялся, вот что Москва скажет, что он меня принимает. Он дергался невероятно. И поэтому в первый момент, когда я вошел в этот самый овальный зал, там был... Вы были в овальном кабинете? Да, был вице-президент Мандейл. Он меня приветствовал, мы разговорились. И тогда минут через 10 вошел Картер. И фотографии он со мной побоялся делать. А фотографии у нас были с Мандейлом. Хотя они не скрывали, что он меня принял. Вы стали одним из организаторов компании по бойкоту Московской Олимпиады. Ну, это позже много, да. К 80-му году дело шло. Это сознательный был шаг? Да, конечно. А как это может быть несознательно? Это компания. Вы не хотели, чтобы состоялась Московская Олимпиада? Вы знаете... Чтобы Мишка махал рукой всем, улетая... Этого бы я не хотел в любом случае. В Московское небо. Да, этого бы я не хотел в любом случае. Но задача была немножко другая. У нас же там друзья в тюрьме. Друзья в тюрьме, евреи, отказники, крымские татары, немцы по Волге, да? Украинские националисты. Украинские националисты. Все, что хотите. Значит, выбить из них как можно больше. Понятно. Понимаете? А получилось не так. Я-то думал, мы выбьем что-то. А они вторглись в Афганистан. Ну, все. И все. И там весь мир сказал, да, бойкот, больше ничего не надо. В каком году после выдворения, сколько прошло лет, когда вы оказались снова в Советском Союзе? Это 90-й или 90-й? 91-й. В год развала Советского Союза? Да, но раньше. Был еще Советский Союз. Это был апрель. Какие первые впечатления? Вот вы сошли по трапу на московскую землю. Первые впечатления? Ну, во-первых, первые впечатления были, как мне не давали визу. Мне же отказали в визе. Приглашал Ельцин, на самом деле. А в визе отказали? А в визе отказали. Замечательно. Да, это был 90-й год еще, еще Татчер была в власти, я к ней пошел, говорю, вот так и так, твой Миша мне не дает приехать. Вы на ты с ней? Ну, нет, я сейчас просто так говорю. Нет, с ней я был на вы, она много меня старше. Но мы с ней дружили, и до сих пор еще какие-то отношения есть, хотя она очень больная, она уже никого не принимает. Вот, и я ей говорю, вот так и так. Ну, она сразу, она очень лояльный человек. Да. Да. Она, что она сделала? Она вызвала советского посла, стукнула кулаком, а должен был приехать премьер-министр Павлов. Да. И сказала, я вашего премьер-министра не приму. Пока? Пока не дадите визу. Дали сразу? Сразу. Но на пять дней. Чтобы не задерживались. Ну, вот вы прилетели. Советский Союз чем-то вас поразил или усугубил впечатление от прежней жизни там? Вы знаете, время было удивительное. Это, во-первых, было, наверное, самое свободное время в истории России. Конечно. Никакой цензуры на телевидении. Я с этого телевидения не выходил. Бесконечно они что-то снимали, показывали. ГБ за мной ездить боялось. Гарик Каспаров дал мне свою охрану. Ну, на всякий случай, да? А те были крутые ребята с пушками. Они увидели ГБшникова, говорят, сейчас мы с ним поговорим. Пошли поговорили, и те исчезли. Больше не появлялись. Фантастика. Ну, по тем временам я понял, что эти ребята вполне перестреляли бы всю эту группу КГБ. Как нечего делать. Если бы что-нибудь произошло. Вот. Все. Они отпали. Вот. Время было удивительное. Полный бардак. В России свобода – это прежде всего бардак. Старовой того, затащила меня в Верховный Совет. Скажи, говорит, хорошую речь. Прямо как товарищу Сталину. И вы вышли на трибуну Верховного Совета. Я вышел на трибуну и произнес речь. Я не депутат Верховного Совета. Я ничто, да? Я вот приехал, знаете, вот. Класс. Вот время. У меня есть фотография. Класс. Я стою на трибуне Верховного Совета. Там все еще серпастые, молоткастые, да? Флаг еще. Бардак. Прямо надо мной. Полный бардак. Полный бардак, да. Не, время было замечательное совершенно. Вот. Но пять дней. За пять дней ничего не успеешь. Вы получили тогда доступ, чуть позднее, да? К архивам ЦК КПСС и КГБ. Да. Какие документы наиболее вас поразили в этих архивах? Давайте поправим. Доступ к архивам КГБ никто никогда не получал. Вообще. По решению Ельцина 23 августа, когда путь рухнул, эти архивы должны были быть переданы в Госкомитет по архивам. Никто не передал. Да, ЦК передали, потому что здание ЦК было захвачено толпой. Да, да. Поэтому все архивы попали, куда надо. А по поводу архивов ГБ была создана специальная комиссия. Из бывших агентов. Естественно. Которые замели следы. До сих пор эта комиссия работает. Понятно. Ни одного документа она не передала. Так что нет. Я видел документы ГБ, только те, которые они направляли в ЦК. В архиве ЦК. Что вас больше всего поразило? Вообще во всем массиве документов. Из того, что вы видели. Меня поразило, до какой степени они инфильтрирули Запад. Вот это меня поразило. Мы всегда знали, что они работают, что у них есть агентура, там прочее. Но вот то сотрудничество, которое любая западная институция имела с Москвой, меня поразило. Это все. Это не только политики. Это не только профсоюзы. Военные. Военные тоже. Но что меня больше поразило, это пресса. Пресса. Покупали? Культурные фигуры. Покупали? Наверное. Вот. Я много видел, но не все. В какой-то момент главой комиссии по рассекречиванию был такой Михаил Полторанин. Он тогда был министром печати. У Ельцина, да. И большой приятель Ельцина. Вот его Ельцин назначил главой. И я с ним, конечно, договаривался, что вот я закажу столько документов, он их рассекретит. И он это все делал. Он очень по-кавалерическому обходился. Там в этой комиссии был представитель ГБ, МИДа. Время такое было. Да. Но с ним никто не спорил. Он пьет с президентом. Кто же будет спорить? И Миша широким жестом говорил, он, говорит, разрешите. Но вот даже Миша однажды пришел, показывает мне документ две странички, плотно напечатанные. И говорит, а вот этот документ мы тебе не дадим. Я говорю, Миша, что такое? В чем дело? А это имена иностранных журналистов на зарплате УКВБ. Я говорю, дай, Миша. Не, говорит, не дам. Я говорю, а почему? Ну, мы ими попользуемся еще. Я бы очень хотел спросить вас, если в двух словах, чем был хорош и чем был плох Советский Союз? Сегодня приходится слышать очень часто о нем ностальгические такие воспоминания. Вот, мол, как хорошо было. Особенно в нынешней России они так часто. Вы знаете, этот ностальгический момент, он меня раздражает ужасно. Причем люди сами себе врут. Я помню, где-то интервью у меня было в году в 93-м. И кто-то позвонил, вопрос, по голосу, немолодой человек, то есть он в советской жизни жил. И говорит, а что вы нам рассказываете, при коммунистах хотя бы была колбаса. И я просто осел. Вот ровно колбасы и не было. Это ехали все в Москву. В Москве еще можно было. По четыре часа стояли в очередях. Абсолютно не было. В этом вся проблема была. Не было этой колбасы. Вот человек ухитрился за два года забыть. Но которая была, была хорошей. Ну, там у них одно время была такая колбаса, которую собаки не ели. Это была зеленая какая-то. Так что эту ностальгию я терпеть не могу. Люди врут сами себе. Рейган был прав, назвав Советский Союз империей зла. Да. Вы сейчас считаете, что это была империя зла? Да. В ней было что-то хорошее? Ну, как говорят англичане, у каждого облака есть серебряная подкладка. Конечно, там очень сильная была научная школа. Именно научная. Математиков, физиков. Очень крупная. А вот они разбрелись сейчас по всему миру. И каждый, куда он прибрел, создал там еще школу. Россия дико потеряла на этом. Это важный момент. Там в общем среднее люди считали себя обязанными читать книжки. Именно потому, что это не приветствовалось. Поэтому все читали. Вот была самая читающая нация на Земле. Ну, и бесплатное, наверное, медицинское образование. Вы знаете, это было совершенно бессмысленно. Бесплатно лечиться, это лечиться бесплатно. Это мы все знаем. К врачу в те времена, вы-то, наверное, не помните. С коробкой конфет максимум. Нет. Прежде всего массово к врачу люди шли, чтобы получить бюллетень. Чтобы не идти на работу. Вот. Это 99,9 десятых этих пациентов в клинике. Это те, кто хочет бюллететь. Если тебе надо лечиться серьезно или диагностироваться, тогда включались связи. Вот у тебя... Да, Влад, у тебя есть знакомый доктор, тебе нужен хороший сапожник, я тебя сведу с хорошим сапожником, а ты меня сведи с хорошим доктором. А он билеты в театральные кассы. Да. Во-во. Вот. И только так можно было лечиться в Советском Союзе. Говоря о ностальгии, уже, наверное, лет 10 в России есть большая ностальгия за Сталиным. Даже его портреты носят. И не только в России. Смотрите, у нас в Украине, в городе Запорожье с завидным постоянством устанавливают памятники Сталину. Их разбивают, а их опять устанавливают. Сегодня вы размышляете иногда о фигуре Сталина. Он вам интересен или нет? Теперь уже нет. Но был какой-то период, уже в эмиграции, хотя я в общем, в среднем что-то знал про товарища Сталина, когда интерес к этим временам, этим фигурам очень был сильный. И мы все читали огромное количество книг. Отсюда Суворов вдруг поднялся, потому что это был момент дикого интереса к этой тематике. Вы читали произведения Сталина? Читал молодым, да. Там же томов 50 тоже, по-моему. Ну, все я не читал, конечно. Не, ну мы обязаны были что-то сдавать. Вы можете его охарактеризовать? Сталина? Да. Вы знаете, ему в какой-то момент стали создавать образ сумасшедшего. Сумасшедшим он не был. Параноика. Ну, параноиком там станешь. Посмотрите вокруг, какие морды у него там ходили вокруг. Не позавидуешь. Знаешь, кто... Знаете, это за Хадара, да? Что ж ты ешь такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи. Так что это еще можно понять. Там станешь параноиком. Они же все там друг другу ножи точили. Что у него... Что как человек, мне кажется, у него... Он был слишком эгоцентричен. И он как-то сумел отразистить историю и себя. Вот Сталин – это история. История – это Сталин. Тот, кто против Сталина, тот против истории. Тот, кто против истории – личный враг Сталина. Вот у него вот где-то на личном уровне зациклил. Гениальный он человек был? Нет. Не был он гениальным. Нет. Это мы с Витикой все время спорим. Я ему говорю, Витя. Ну, вот тебе простой пример. Гитлер развивал автобаны. Тот, кто считал, каналы. В его стратегическом мышлении транспорт будущего – это водный транспорт. Кто прав? Гитлер. Гитлер. Другое. Зачем он полез на Югославию, на Румынию в 1940 году? Сам же Витя пишет, что вот то, что двинуло он чуть-чуть войска, тут же напугало Гитлера. И начался план Барбаросса. Тут же он стал его вырабатывать. Чего он не выдержал? Ну, посиди еще год. А мировой пожар? Ошибка. Раздуть? Ну, нет. Этим-то он спровоцировал Гитлера. Ему не надо было его провоцировать. Получил 41-й год в результате. Этот пример. Скажем, западная Украина, а точнее сказать, Польша. Восточная. Вот он ее захватил, это какой-то хватательный рефлекс. Вот он ее отпустит от него. Имперские амбиции. Да, но что он получил? Возрождение национализма на Украине. До войны не было национализма на Украине. А он самые взрывные области захватил. Это Галичина. Это вот все это. Там, где этот национализм никогда не умирал. И он заразил всю страну этим. В прошлом году, когда Михаил Сергеевич Горбачев собирался отметить свое 80-летие в Лондоне, вы потребовали судебного процесса над ним за преступления против человечества. В моем понимании, именно благодаря Горбачеву, произошел тот рывок и в сознании, и вообще во всем, что случилось в Советском Союзе в 85-м году, вот эта перестройка. Если бы не он, как я понимаю, ничего бы не было. Вы не испытываете Горбачеву благодарности за это? Никоим образом. Никоим образом. И вы не должны. Это вообще постановка вопроса идиотская. Он нам дал свободу. Ребята, свободу нельзя дать. Вот вы и мыкаетесь до сих пор со всякими Путинами. Ну, мы, слава богу, нет. Ну, вы с Кучмой там и с Януковичем. Свободу можно только взять. И раз вам не хватает, может, что ее взять нету, и никто дать ее не может. Ну, тут уже независимость в Украине никто не взял. Ее дали просто в 91-м году. Украина проголосовала за независимость. Был референдум. Был, да. Вот. И все-таки без этого референдума. А если бы не Пуч? А если бы не Беловежская Пуча? Все равно бы распался Советский Союз. Он уже никуда не мог деться. Хорошо, вернемся к Горбачеву. Да, вернемся к Горбачеву. Горбачев – это тот случай, когда человек хотел совершенно другое. А получилось нечто от него независимое. И почему-то весь мир его за это хвалит. А что хотел? Сохранить? Абсолютно. Я-то видел все протоколы Политбюро. У меня вон лежат они. Вы скопировали их? Конечно. О! Естественно. Все его переговоры с иностранными лидерами, протоколы Политбюро, меморандумы туда-сюда. Да, по Горбачеву у меня страниц 1100. 1100 страниц? Да. Документов? Да, по Горбачевскому. То есть вы скопировали и вывезли? Да. Так вы умница. Ну, мне еще там помог один мой воспитанник молодой, когда меня уже перестали пускать после 1993 года. А он там подрастал. Его, к сожалению, нет, он в Лондоне занят. А он мне написал письмо в 1991 году, пришло сюда, в Кембридж, после моей поездки в Москву. Вот, здравствуйте, Владимир Константинович. Меня зовут Павел, мне 7 лет. Я прочел в газете, что вы не любите коммунистов. Я их тоже не люблю. Давайте с вами водить компанию. Давайте дружить. Да, я ему написал, ну, конечно, Паша, мы антикоммунисты, должны быть вместе. Все, но только тебе придется английский выучить. Я же в Англии, как мы будем компанию-то водить? Как выучил? К 12 годам. Писал статьи по-английски. И печатал в какой-то англоязыке газете в Москве. Теперь, потом он поступил в университет. И вот, когда меня уже перестали пускать, я его сориентировал. Говорю, вот, в Горбачевском фонде лежат копии всех секретных документов в Политбюро того периода. Он пошел. Ну, молодой. Вот я студент. Хотел бы немножко поработать в архиве. Ему сказали, ну, так, у нас в архиве нельзя. Мы вам можем вот только вот этот вот отдельный компьютер. Вот тут есть документы. А так нельзя. Ну, молодежь же с компьютерами дружит. Он сломал все пароли. Он скопировал весь компьютер, весь лан. Это примерно 2 гигабайта текстовых файлов. Воспитали ученика. Да. Ну, учусь, я его учил английский. А они пустили козла в огород? Да. Они не помнили. Он молодой, ну, что, 18 лет парень, ничего нет. И какая картина вырисовывается? Так вот та самая картина. Его задача была спасти советскую систему. Все разговоры о том, что его не хотели выбирать, что его выбрали меньшинством, полное вранье. У меня протоколы есть, как его выбирают. Единогласно. Единогласно. Причем все те, кого потом называли его врагами, больше всех говорили о том, что вот его надо выбрать. Более того, перестройку и гласность придумал не он. Это были разработки. Амдропова. В основном. Поздний Брежнев, самый последний конец Брежнева. И Андропов. И разработано было там, ну, я не знаю, сотни планов и прочее. И он это все унаследовал. Выбрали его не за хорошую голову, а за то, что он был молодой, энергичный, мог по телевизору глядеться. Нравился. Нравился. Мог говорить без бумажки. То есть это сильный контраст после всех этих старцев. Вот почему его выбрали. Не он придумал это все. Он выполнял заготовку. Но вы говорите о преступлениях его против человечности. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, прежде всего, его попытку предотвратить национальные движения, спровоцировав этнические скандалы, спровоцировав прямые погромы. Карабах? Ну, Карабах, но самое как бы документированное – это Тбилиси, 89-й год. Саперные лопатки. Саперные лопатки. Потом Баку, 90-й год. Резни армян. Да. Потом, ну, Вильнюс, уже 91-й. Телевышка. В совокупности… То есть вы считаете, что он за этим стоял? Это просто точно. Он отдавал приказы? Конечно. Резать армян в Баку? Ну, он не так говорил. Они же там, у них язык свой. Но он хвастался после Тбилиси. Это у меня есть в документе. Кому-то, по-моему, немцу какому-то, может, Бранту, он говорит, что пришлось нам и некоторые административные меры принять. Вот. Потому что мы не можем допустить этого разброда. Он, например, он жуткий человек. Вот ему на политбюро докладывают, что на Тянь-Альминской площади в Пекине убили, на самом деле, гораздо больше людей. По данным. А у него визит? Нет. По данным разведки, это не меньше трех тысяч человек. Он говорит, ну и что ж такого? Да, им тоже надо обороняться, и нам надо обороняться. Вот Горбачев. Начинается Первая война в Заливе. Его помощники Арбатов и Черняев пишут ему докладную записку. Это у меня есть. Что Михаил Сергеевич, коль скоро мы в союзе с американцами в этом вопросе, было бы тактично, значит, информировать наших американских партнеров о местонахождении оружия массового уничтожения на территории Ирака, в том числе биологического и химического. Горбачев, нет, резолюция. Большой друг демократии. В Ираке. В Ираке. Да и не только. Это его союзники были в тот момент. Он же был участник коалиции. Борис Николаевич Ельцин. Человек, с которым вы общались. Очень мало этого. Не тататат. Который тоже в ваших документах наверняка есть. Ой, вы знаете, есть только одно у него. Вот это Ипатийский дом. Докладная записка, как этот дом был разрушен. Но тут же его как-то трудно винить в этом. Это вообще решение было Москвы. Он вызывает у вас симпатию Ельцин? Я на него зол за то, что он упустил такие возможности. Вот 91-90 год. Он мог сделать все. Он ничего не сделал. Пал путь, и он запил на три месяца. И все. Он ничего не сделал. И это меня дико бесит. Это дикая безответственность. Потом он стал сдавать КГБ одно за другим. И в конечном итоге сдал власть в руки КГБ. Говоря о власти в руках КГБ в России, в 2008 году вы собирались баллотироваться в президенты России. Естественно, вам не дали. Вы говорите о власти КГБ в России. Я хочу вас процитировать. Чекисты и в наше время, пишите вы, были далеко не профессиональными. Мы, маленькая горстка диссидентов, болванили их, как хотели. И в конечном счете выиграли. А сейчас у спецслужб уровень еще больше упал. Потому что в 90-е годы наиболее профессиональные чекисты ушли в коммерческие структуры. Занялись бизнесом. Сегодня это уровень зарайского отделения милиции. Они не занимаются госбезопасностью. Они занимаются выколачиванием денег. Еще одна ваша цитата. У чекистов совершенно ломовые деньги. Какие в СССР никому и не снились. Они ведь все теперь миллиардеры. Какой-нибудь Билл Гейтс, чтобы стать миллиардером, изобрел целую систему. Создал эффективную компанию. А эти что сделали? Просто присосались к нефтяной трубе. И сразу миллиардеры. ФСБ сегодня, ФСБ России, также ужасен, как и его предшественники советские. КГБ? Ну, вы знаете, сравнивать эти вещи довольно трудно. Они недалеко ушли от КГБ. Они действительно профессионально гораздо ниже по уровню теперь, как работник безопасности. Какие-то методы они сейчас неохотно применяют. Скажем, им легче теперь убить, чем посадить. А в наше время было легче посадить, чем убить. Легче убить? Да. Раньше ГБ, и я видел эти документы, подавало заранее план. От них требовался план в ЦК. Как они будут убивать этого человека, какие подходы, какие гарантии, что они не попадутся. Не утвердившие этот план в ЦК, они не могли даже начинать такого дела. Представляете, какая бюрократическая система. За это время человек взял и уехал в другое место. Значит, заново надо брать установку, устанавливать, где он живет. А сейчас? А сейчас, как объяснил мне Саша Литвиненко, эти вопросы решаются в столовой на Лубянке. Вот он сидит, пьет компот. К нему подходит из соседнего отдела, там, не знаю, капитана. Говорит, слушай, у тебя на связи уголовники есть? Ну, есть. А он работал в отделе по борьбе с организованной преступностью. Убери мне этого немца, он мне так надоел. Говорит, что значит убери? Ну, как? Тебе там тоже 30 кусков корячится. Вот как решаются сегодня вопросы. Капитализм. Да какой капитализм? Капитализм никакого отношения к поведению бюрократа не имеет. Бюрократия не может убивать людей, вот так вот договорившись за компотом. Кто убил в Великобритании Александра Литвиненко? ГБ. Вы это твердо знаете? Абсолютно твердо, 100%. Вы с ним общались здесь, в Англии? Да, мы с ним дружили, он у меня очень много учился. Он, знаете, он такой хлопец, ему в жизни не хватило образования. Он в армию попал, из армии в офицерское училище, его такая-то чехарда. И он сам не заметил, как оказался в этом отделе по борьбе с организованной преступностью. Он понятия не имел, что такое КГБ. И я ему помню, однажды дал эти тома своих документов, накопированных в армию. Он, будучи в КГБ, не понимал, что это такое? Абсолютно не понимал. Абсолютно. Я ему дал эти тома и сказал, вот Саша, читай. Он несколько дней читал, он мне позвонил часа четыре ночи и говорит, Володя, это что же? Это значит, КГБ всегда была террористической организацией. Я говорю, Саша, а ты... Как он наивный ребенок был. Да, а как ты думаешь, кто убил миллионов тридцать наших с тобой соотечественников? Как ты думаешь, кто? Да. Он был потрясен. Это совершенно переменило его. Он потом у меня брал разрешение публиковать где-то на сайтах эти документы. Я говорю, публикую все, что хочешь. Он был заведен этим совершенно. Он был потрясен. После этого у него наступила депрессия. Он... Как же я мог попасть в такую дерьмо? Как же... Что же я, какой болван? Да. Я был в этом преступной организации. Он дико мучился. И он искренне абсолютно это все? Абсолютно искренне. Абсолютно. Саша вообще не умел лицемерить. Он был довольно откровенный человек. И вот я помню, как я его... Уже мне это надоело. И мы сидели вот здесь с ним. У меня, кстати, фотография есть. Как мы с ним сидим. И он мне говорит... А я ему говорю, Саш, ну хватит этого самобичевания. Между прочим, последний год в России ты имел совсем другой титул. Ты был уже не полковник КГБ. Ты был политзаключенный. А это титул, которым можешь гордиться. В России. А у меня была телогрейка. Она сейчас вся порвалась. Моя тюремная телогрейка. Сохранилась? Да. Но она уже теперь вся порвалась там, прожжена. И она у вас здесь? Была. И Саша говорит, а можно я твою телогрейку надену? И мы с тобой сфотографируемся. И вот мы с ним сфотографированы. Он в моей тюремной телогрейке. И я. И вот он эту фотографию. Он ее всегда держал у себя. Вот все. Он очистился. Он политзаключенный. Когда он попал в больницу, вы понимали, что произошло с ним? Я один из первых понял, что произошло. Ну, во-первых, я ему диагноз поставил где-то на десятый день. Вы ему сказали? Да. Он мне все время звонил. Саша же был очень человек беспокойный, быстро. И он мне звонил в день по 20 раз. Бесконечно. Вот что-нибудь произошло, он звонит. И вот из больницы, когда он туда попал, а попал он якобы с пищевым отравлением. У него облысение началось, да? Вот. Он мне стал рассказывать симптомы. И все симптомы, это просто учебник медицинский. Нет, радиоактивное отравление. Лучевка. Лучевка. Падение иммунитета дикое. Да? Язвы во рту, в слизистой оболочке. Да? Выпадение волос. Я говорю, Саша, у тебя лучевка. Я тебе гарантирую. Я, слава богу, экзамены сдавал. Я знаю. Это просто учебник для первого курса медицинского института. Это лучевка. Скажи им, врачам, чтобы проверили тебя на какие-то источники радиации. Проверьте. Сказал это Марине, его жене. Сказал Ахмеду. А они там сидели днями и ночами. Ахмед это кто? Закаев. Говорит, возьмите за грудки этого вашего доктора, и пусть он с счетчиком Гегера лазит и проверяет. Там радиация. Но оказался я не совсем прав. Дело в том, что Полоний, у него очень слабая радиация. У него альфа, а не гамма. И Гегером она не фиксируется. Они проверили его на Гегер. Я настоял. Ничего нет. Для того, чтобы выявить Полоний, надо его искать. Иначе ты его не найдешь случайно. Понимаете? И они долго... Вы знаете, когда обнаружили Полоний? За три часа до смерти Саши. Было уже поздно. Ну, лечить-то уже давно было поздно. Но я не про то. А умри он через две недели. Никто бы никогда не знал, что это убийство. Полиция наша до 14-го, по-моему, дня это не рассматривала как попытку убийства. Нет. Пищевое отравление. Они где-то были там в суши-баре. Ну, мало ли. Нет. Только через две недели обнаружили следы талия. Следы талия. Ага, это яд. Значит, отравление. Завели дело. Полиция. О покушении. Известно, кто лично его убил. Ну, это группа. Это же была группа целая. Вот Луговой, Ковтун. И еще с ними был такой человек, который совсем не мелькает. Соколенко он назвался. Кто он, на самом деле, никто не знает. Вот. И эта группа у них, по моим представлениям, я, конечно, не эксперт по убийствам, но по моим представлениям, зная, как примерно работает КГБ, я думаю, что Луговой вообще-то был использован в темную. И от него потребовали, чтобы он подвел к Саше. То есть, как бы вывел на человека. Ковтун, если я правильно понимаю, привез Полония. Он был, как бы, мулом, гонцом. А вот, по-моему, вот это Соколенко и положил в чай. Насколько знал Луговой и Ковтун, что они делают, это большой вопрос. Мы этого не знаем. Доказать мы ничего не можем. Да, на них нашлись следы Полония. Да, они причастны к убийству. Это совершенно стопроцентно. Их можно арестовывать. Но доказать, кто из них что конкретно делал. Вы очень резко все эти годы высказываетесь о президенте, затем премьер-министре, затем кандидате, опять в президенты России Владимире Путине. Я хочу вас процитировать. Сталин был первоклассный бандюга, пахан. На Сталина Путин явно не тянет. Счетная цитата. Путин выглядит человеком слабовольным. Я хороший физиономист. Там, где я был, человека надо было оценить в 30 секунд. Входит новичок в камеру, и надо сразу понять, кто это. Поэтому на основании своего опыта я думаю, что Путин слабый, жидковатый, мелкий, очень мстительный, неуверенный в себе, с большими комплексами. У него довольно типичный комплекс, свойственный людям малого роста. И, наконец, вы считаете, что Брежнев был лучше Путина? Как человек, наверняка. В чем суть ваших претензий к Владимиру Владимировичу Путину? Вы спросили про Брежнева. Я просмотрел сотни протоколов политбюро с участием Брежнева. Добрый человек, да? У него должность была плохая, понимаете? Генеральный секретарь. А сам по себе... Вот, например, Брежнев никогда не навязывал свою волю. Он верил в коллегиальное управление. Если возникал... Разногласия возникали на заседании политбюро. Он никогда не принимал решения. Он говорил, давайте тогда отложим. И вот вы, товарищи, доработайте. Посоветуемся с товарищами. Да, да. И вы, которые спорят, вы вместе доработайте. Представьте нам в ЦК проект. Вот это типичный Брежнев. Он все делал коллегиально. Он сам от себя ничего не гнал. Никогда. Вот такой человек. Суть претензий к Путину ваших? Суть претензий к... Он там слишком много претензий. Ну, он... Во-первых, он пришел к власти. Вот этот приход чекистов к власти. Это отдельное, вообще-то, обвинение. Это взрывы домов. Ельцину? Нет. Нет, Ельцину претензии есть. Приход чекистов к власти. Это претензия к Ельцину, правильно? Отчасти. Но дальше-то ведь они сами это делают. Ведь кто Путин? Кто знает Путина? Его и в Питере-то никто не знал. А тут он вдруг в течение полугода от директора ФСБ переходит на премьер-министра, и к концу года он уже президент, исполняющий обязанности. Да? Как это все сделано? Взрывы домов. Чеченская война. Вот это как сделано. Что такое взрывы домов? Вы хотите сказать, что дома взорвали не чеченцы? Они были взорваны по распоряжению Кремля. Скорее всего, через ФСБ. Вы уверены в этом? Уверен. Сто процентов. Для? Для того, чтобы создать вот эту атмосферу истерии, когда востребованным окажется человек с сильной рукой, жесткий, и тогда наплевать, что он ГБшник. Он же будет с нашими врагами воевать, которые нас взрывают. Ну, в ответ на это, на Западе существуют уже фильмы, где пишут, где говорят, что и башни-близнецы были взорваны не Бен Ладеном, а американцами. Вы знаете, насчет башен-близнецов я много не знаю, не смотрел этого. А вот насчет домов, там все ясно. Они попались. Гексоген, да? Они попались в Рязани. Да, да, я знаю эту историю. Вот, и после этого эпизода просто спорить невозможно. Это все. И тот же почерк, и та же взрывчатка, и тот же тикающий механизм. Топорная работа. Топорная. Я говорю, они настолько, вот вы цитируете меня на уровне Зарайского отделения милиции. Действительно, слушайте, они не в состоянии взорвать обычный жилой дом в собственной Рязани, не попавшись. Это их уровень. Посмотрите, они убили Иоанн Дорбиева в Катаре, попались. Они убили Литвиненко в Лондоне, попались. А вы посмотрите на эту веселую орду этих нелегалов, которые американцы пригнали назад в Россию, в стойло, идите, мол. Да, это теперешний уровень КГБ. Красивые какие девчонки зато попадаются? Ну, это уж, как говорится, дело вкуса. Но уровень КГБ, это, конечно, Зарайское отделение милиции. Но вы можете себе представить, чтобы такое при Сталии не случалось? Вот представьте себе, может это быть? Трудно представить. Конечно. А тогда они были в расцвете. Еще в наше время при Андропове они еще были. Тоже, я скажу, мы их действительно дурили, как хотели. Болванили, вы сказали. Да, да. Но они все-таки еще были профессионалы. С ними надо было осторожно. А уже потом, все. Шпана. Продолжая говорить о Путине и о ваших претензиях к нему, кроме взрывов домов, что еще? Ну, как, он очень четко определил свою линию. Он сказал, что крушение Советского Союза было самой большой геополитической катастрофой 20 века. И, соответственно, задачу свою он видел, как попытку восстановить Советский Союз, поскольку это возможно. Он не безумный, он не пытается вернуть ленинскую, чистоту ленинских идей, нет. Но вот те аспекты, которые он может вернуть, он их пытается вернуть. Он вернул гимн, герб, флаг Красной в армии. Он взял опять цензуру, опять пошли политические преследования в стране. Даже психиатрия немножечко проскочила. Был такой момент лет пять назад. Соответственно, он пытается восстановить сферу советского влияния. Отсюда его наезды на соседей. Грузия, Прибалтика, Украина, Польша. И так далее. Вы вот дружили с Рейганами Тэтчер. Да. Скажите, пожалуйста, чем эти крупные, на мой взгляд, лидеры, руководители своих наций отличаются от руководителей Советского Союза и России? Во-первых, это были честные люди, которые никогда ни на какую коррупцию бы не пошли. Я вам это гарантирую. Во-вторых, эти люди знали, что они хотят сделать. Они были в политике не потому, что это приятно и хорошо там фотографироваться. Нет. Они в это пошли, потому что каждый из них ощущал некую миссию. Вот он должен этого сделать. Никто другой этого не сделает. И оба они сделали очень много. Это были люди-идеи. Это не были люди, как сказать, конформисты. Даже прагматиками их можно назвать только в определенном смысле. Ну, советские руководители до Хрущева включительно тоже были людьми идеи, наверное. Да. И Хрущев был тоже идейный, да. А вы знаете, а я не знаю, во что верили Брежнев, Андропов. Я спрашивал там людей, знавших Андропова, действительно ли он верил в эту идеологию. Они мне сказали, да, он верил. Совершенно непостижим. Пойди догадайся. Да, да. Вот, так что, нет, это были люди идейные, это были люди чистые, с ними было очень хорошо работать, легко. Это были люди понимающие. Тоже не все и не всегда. Скажем, Татчер купилась на Горбачева. Это просто... Обаяние личности. Ужасно. Я потом 7 лет с ней спорил, 7 лет, объясняя, что не тот совсем человек. Она говорила, он замечательный. Потом я уже в архиве работая нашел документ про то, как советские давали миллион долларов нелегально шахтерам бастующим, Скаргилу. И кто же подписал решение? Михаил Сергеевич. Я к ней пришел, положил на стол. Говорю, вот ваш Миша. Она даже побледнела, она говорит. Когда это подписано? Я нашел число. Мы с ним еще не были знакомы? Нет, нет. Она говорит, я его примерно в это время спрашивала. Потому что слух был, что советские помогают. А он сказал, что ничего не знает. И это был мой звездный час. Я ей сказал, вот так вот делать бизнес с советскими коммунистами. Они имеют наглую привычку смотреть тебе в глаза и лгать. Личный переводчик Хрущева и Брежнева, переводивший также Михаила Сергеевича Горбачева, Виктор Суходрев, говорил мне, что когда происходило на его глазах, он был переводчиком «Первая встреча Горбачева и Тэтчер», ему показалось, что Тэтчер в Горбачева влюбилась как в мужчину. Вам не казалось этого? Она не говорила о нем с придыханием, с присущими влюбленным женщинам, с жестикуляцией. Она очень необычный человек. У нее нет обычных реакций. Она человек... Вы знаете, вот они с Реганом, это абсолютная противоположность. Реган – это 90% интуиция. А Тэтчер – это 90% мозгов. Все должно быть наоборот. Какое сочетание могло бы быть хорошим? Так и было. Так и было. Они вместе вели политику и очень успешно. Но это все наоборот. Ждешь от женщины интуитивности, от мужчины логики. А тут наоборот было. Реган был единственной западной политикой, который на обаяние Горбачева не купился. Мы его спросили сразу после Женевы. Ну, как вам, новый генщик? Так, коммунист, как все они. Он его назвал твердолобом-большевиком. Ну, да. Никакой разницы. А Тэтчер – нет. Мы с ним можем делать бизнес. Женщина. Он прагматик. Я с ней бесконечно спорю. Я говорю, ну, подожди, ну, объясни мне. Дай мне определение прагматического коммуниста. Как коммунист может быть прагматичным? Она не может. Я говорю, а я могу. Прагматичный коммунист – это коммунист, у которого нет денег. Это все очень просто. Они обанкротились. Вы же их с Реганом обанкротили. Срединаправленно. Да. И теперь не понимаете результаты своей собственной работы. Сегодня, когда в России после выборов в Государственную Думу, накануне выборов президентских, выходит на улицы десятки тысяч человек. Это уже не та Россия, которая была еще совсем недавно. Я, например, не мог даже предположить, что такое возможно сегодня там. Как вы смотрите на эти события? Вы знаете, вот все наши попытки как-то анализировать этот скачок, пока ни к чему не привели. Вот буквально несколько месяцев до того выходило две-три тысячи человек, и вдруг шестьдесят. Вот что произошло? Мы никто не можем понять. Интернет работает? Интернет и тогда был. Интернет несколько месяцев назад был. Да? Нет, что-то еще. Да, очень всех спровоцировало и решение. Путина идти на третий срок. Да. Хотя это смешно. Мы все знали... А что можно было ожидать? Мы все знали уже в седьмом году, что это будет так. Что это иначе и быть не может. Да? Почему это так задело людей, и особенно молодых людей? У них, конечно, положение незавидное, им надо решать сейчас. Это обычно... Вот, посмотрите, было социологическое исследование, кто ходит на эти. Это 22-24 года в основном люди. И лидеров нет. Да. Молодые профессионалы, студенты. Им надо решать, что делать в будущем. Вот, ну что, оставаться в этой стране или уезжать? Если Путин будет еще два срока, ну, надо уезжать. Все. И для них это живой очень вопрос. Их собственные биографии. Вот. Это, конечно, сказалось. Ну, что еще, не знаю. Ответа на этот вопрос ни у кого нет. Откуда они взялись? Вот это совершенно потрясающе. Но они взялись. Это далеко не конец. И даже не начало конца. Им еще предстоит конфронтация. Режим так не уйдет. Он им бой даст. А он не на глиняных ногах колосс? Он на глиняных ногах. И развалится он именно в процессе противостояния. Но выдержит ли это молодежь? Ведь могут начать стрелять. Могут. 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 Может быть, недолго. Может быть, не все. Но кто-то же будет стрелять. Вы предрекаете, что Россия развалится на семь частей? Ну, семь это придумал Путин. Он придумал семь округов. Я ему сказал, вот так и развалится. Вы действительно так считаете? Ну, да. Ну, семь это как бы так условно. В недалеком будущем? Вы знаете, исхода российскому кризису, а я имею в виду российский кризис, начиная с 1917 года, исхода ему другого нету. Это распад империи. Вот в 1991 году он произошел. Он все время возникал. И так быстро. Он все время возникал. На самом деле, Российская империя перестала существовать в 1918 году. Все. Троцкий с Лениным ее как-то там склепали, слепили со штыками и так далее. И она, как такой мумифицированный труп, просуществовала до 1941 года. 1941 год опять развалился. Да? Да, да. То есть, это искусственное формирование. Оно будет разваливаться. Что будет дальше с Россией, на ваш взгляд? Ну, я от своего сценария не отказываюсь. Я его опубликовал еще в 1993 году. Да, это, скорее всего, дальнейшая фрагментация страны. Вот центр начнет ослабевать, а он уже ослабевает. И периферия, субъекты федерации начнут отходить еще дальше и дальше. Это не обязательно будет красочное провозглашение какой-нибудь республики. Это может быть просто отказ платить налоги. Вот посмотрите дефолт 1998 года. Это вам схема. Что сделали субъекты федерации? Во-первых, они ввели субсидирование основных продуктов питания, что незаконно. А во-вторых, чтобы это не разворовывали, они... Замкнули на себе все. Да, и они создали таможню. Каждый субъект федерации в России в 1998 году создал себе таможню. Тоже не хочет оказаться на таможне. Вот. Хорошо. Если бы они еще начали свои деньги печатать, то это было бы независимое государство де-факто. Понимаете? Что ждет, на ваш взгляд, Украину? Ну, я меньше слежу за Украиной, но у меня ощущение, что у вас немножко другой сценарий. У вас поляризация восток-запад. И она решает все. Это как накопитель. Это как Лейденская банка. Да, вот. Все напряжение по этому разлому. Украина может распасться? Может. На сколько государств? На два. Или три? Или три. Донбасс там вообще непонятно, что с ним будет, да? Вот. Может. Но я надеюсь, что нет. Потому что это уж очень... Вам это... Россия это не вредно. Пусть распадется, потом соберется. Украине это не очень хорошо. Потому что там мирно не будет. Там напряжение очень большое. Там большая через полосица. Там смешанные семьи. Там черти что. Раз уж мы заговорили о геополитике, вам не напоминает Европа, Советский Союз? Так я целую книжку написал на эту тему. Она называется EUSSR. Это я был... Девенадцать лет назад, когда они только стали создавать этот Евросоюз, меня пригласили депутаты парламента нашего английского, чтобы я им разрисовал, что это такое, к чему это приведет. И я там выступал в парламенте. Это записали там на видео. Все это потом ходило в английском самоиздате. И там я им впервые объяснил, что это бледная копия Советского Союза. Она, конечно, до тех жестокостей, которые были в Советском Союзе, не дойдет. Я сильно сомневаюсь, что у вас будет ГУЛАГ. Хотя какие-то репрессивные меры будут. Ни одни утописты без своего ГУЛАГа не обходятся. Будут психиатрические там какие-то. Не знаю. Но что-то будет. И что это развалится. Евросоюз распадется? Распадется. Рухнет. Да. Вот возьмите мое выступление. Это 2002 год, по-моему. Или даже первый. Я это выступил. Оно есть на видео. И есть на ютубе, по-моему. И там я это им объяснил. И объяснил, как, в чем сходство, в чем различие. Как, почему оно не будет жить. И каким последствиям приведет. И я им объяснил, что чем скорее оно рухнет, тем меньше вреда успеет причинить. Это как Советский Союз. Если бы он рухнул, скажем, в 60-м году. Замечательно. Замечательно. Мы бы половины проблем не имели, которые имеем. Лучше в 61-м уже, чтобы Гагарин слетал. Ну, да. Гагарин мне как-то до лампочки. Мог и не летать. Вот. И то же самое с Евросоюзом. Вот смотрите, теперь уже распад, уже более болезненный. Уже финансовый кризис в результате, да. Сейчас они упираются. Они никак не хотят понять, что концепция ложная. А вот-вот распадется или нет? Да. Ну, год-два максимум. Вы уверены в этом? Абсолютно. Они сами уже... Ну, хорошо. Это пока что Германия всем платит деньги. Но Германии денег уже нет. У них за прошлый год... Они уже в Греции. Да. У них за прошлый год нулевой рост экономики. Нулевой. Ни одна страна так жить не может. А от них все требуют и требуют. Дай Португалию, дай Испанию. Все. У Германии нет денег. Знаете, это был хороший анекдот. Я его очень люблю. И каждый раз его вспоминаю, когда мне налоги платить. Это у нас в апреле это происходит. Ранние годы советской власти. Капиталистов всех прижали. И выжимают из них золото. Был такой момент. Вызывают в ЧК. Вызывают в ЧК старого еврея, мелкого предпринимателя. И вот. Абрам. Нам надо строить социализм, а денег нет. Чтобы завтра принес и сдал все золото. Он говорит. А можно я спрошу жену? Она у меня такая голова. Я всегда с ней советую. Спрашивай, кого хочешь, чтобы золото завтра было. Приходит на следующий день. Он говорит. Ну, что сказала жена? Она говорит, если нет денег, то не надо строить. Мудрейший анекдот, который к 20 веку можно эпиграфом брать. Понимаете? Это правда? Это действительно так. И вот у них нет денег, они все социализм строят. Ну, и что? Ну, вот лопните. В этом доме, в частности, и в Великобритании в целом, вы живете уже 35 лет. Да. Чем вы занимаетесь в Англии? Ну, раньше я работал в университете по своей профессии. Я с 65 лет у нас принудительно отправляют на пенсию. Так что я уже по профессии не работаю. Я опубликовал за это время 8 книг, много сотен статей, вел какие-то компании общественные. Вот вы вспоминали Олимпийские игры, это одна из них была. Другая там была у нас. У нас же была огромная организация еще при советской, советский период. Он назывался «Интернационал сопротивления». В нее входило 49 движений антикоммунистических в мире. Те же пекинские студенты, которые потом устроили тяньаньминь. Та же «Солидарность». Это же надо так не любить коммунизм. Ну, я считаю... А за что его любить? Во-первых, за что его любить? Во-вторых, вы же не забывайте, мы-то экспериментально увидели, что это такое. У нас с вами убили, ну, миллионов 30 соотечественников. Это не считая на войне пушечного мяса. Это же жуть какая-то, да? Это голодомура не считая. Да, да. А я-то еще вспоминаю, я-то не согласен с коммунизмом с детства. Я помню, вот приезжал мой учитель истории, очень милый человек, он теперь тоже уже на пенсии. И он вспоминал, я забыл. Как мы с ним часами спорили. И спор у нас был чисто теоретический. Он говорил, бытие определяет сознание, а я говорил, нет. Часами. И вот он вспоминал, смеялся, говорит. Ну, ты, говорит, такие аргументы придумывал, я даже не знал, что делать. Это серьезные аргументы. Так вот это ключевой вопрос. Сознание человека не определяется бытием. Наоборот, наше сознание определяет бытие. И поэтому вся идея социализма, коммунизма, она мертворожденная. Она противоестественная. Утопическая. Утопическая. И поэтому ее надо как-то закрыть, наконец. Сегодня в Великобритании живет много русских, в том числе и тех, кто уехал, убежал от режима. В частности, Борис Абрамович Березовский. Вы с ним общаетесь? Вы знаете, очень мало, очень редко. Я его последний раз видел где-то полтора года назад. У нас с ним нет общих дел никаких, понимаете? Он своим занимается. Но темы зато общие нет. Ну, мы можем встретившись за чашкой кофе поговорить про эти темы и сравнить наши ощущения. Но дел-то никаких. Он талантливый человек, на ваш взгляд? Он, да, но он талантливый совсем не в том, чем он думает. Я вообще не понимаю, как он мог быть бизнесменом. Он к бизнесу, по-моему, совершенно не способен. У него семь пятниц на неделе с ним. Нельзя договориться встретиться. Да, вот он такой весь, по-английски называется Меркуриал. Как ртуть, да, вот. Да. И очень необязательный. Ну, как можно в бизнесе таким не быть? Он очень хорош в пиаре. Вот он прекрасно понимает пиар. Да, прекрасно. И как не выступит, даже если глупость скажет, явно, да, все равно это люди заметят. Уверенно говорит. Да. Люди заметят, это будет на первых полосах газеты. Это способности, это способности. Я вам задам очень личный вопрос. Вот сегодня, в свои годы, в этом доме, в этой стране, вы счастливы? Вот вы задаете себе наверняка этот вопрос. Все было не зря. Все страдания, лишения в вашей жизни, какие-то противоестественные моменты, которые были, лагеря и так далее. Не зря все это было. Вы счастливы сегодня? Ну, это два разных вопроса. Счастлив, я вам как физиолог, нейрофизиолог скажу, это вообще-то очень глупое определение, глупая идея, концепция. Человек может быть счастлив только долей секунды. Это просто известно по физиологии. А потом уже будет антиклимакс. Вот. Так что это отдельный вопрос. А жалеть я ничем никогда не жалел. Абсолютно никогда. В том числе и сидя там где-нибудь в Владимирской тюрьме. Я знал очень точно, что я делаю правильно. Я на месте. Я там, где я должен быть. Все правильно. Я это сам выбрал. Я отлично знал последствия. Последствия, кстати, были менее свирепые, чем я предполагал. Из нас, тогдашних мальчишек, начинавших это прозрачительное движение в 60-м, в 61-м году, никто не надеялся дожить до 30-ти. Переваливший 30, я уже сам сейчас сказал, так я старый человек, все замечательно. Понимаете? А что вы удивляете? Это была страшная машина. Перемалывавшая. Страшная машина. В истории не было, и, надеюсь, такой не будет больше. Это фантастическая была машина. Я вам задам второй, очень личный и последний вопрос. Пожалуйста. Вы родились в Советском Союзе, в России, в стране, которая славилась и, наверное, продолжает славиться ужасным отношением к своим людям, к своим гражданам. Человека ненавистническая страна, которая никогда не любила своих людей, никогда не пыталась их согреть, не пыталась лучших удержать, относилась к ним не просто равнодушно или бездушно, относилась пренебрежительно и уничтожала, уничтожала, уничтожала. Вы сегодня говорили, десятки миллионов людей, уничтоженных в 20 веке, ни за что, ни про что, о которых никто не пожалел, не сказал доброго слова. Вы в этой стране родились, вы в этой стране прожили, вас оттуда вышвырнули, вас не очень ждали назад. Скажите, сегодня вы Россию любите? Вы знаете, любить это очень сложно. Я ее жалею, мне эту страну ужасно жалко всегда. И не только потому, что я там вырос, родился, да, это тоже есть, и друзья там есть. Мне ее просто жалко, у нее какая-то совершенно кривая судьба, вот эта судьба проклятие какое-то, да. И мне дико жалко, и мне в молодости, мне было интересно, можно это исправить, или это карма, и никуда ты от нее не денешься. Карма? Да. И я всегда себя убеждал, что можно исправить, можно. А сейчас? А сейчас я начинаю сомневаться, я думаю, что вряд ли это можно исправить. И вообще теперь уже поздно, даже если были какие-то сценарии исправления, выздоровления, они все пропущены. Сейчас эта страна вырождается, там просто вымирают. Уезжают, а оставшиеся вымирают. Да. И поэтому мне жалко, мне очень жалко. Она вообще-то талантливая страна. Люди очень... Посмотрите, вот чувство юмора не исчезает. Это фантастическое. Я вот смотрел эти фотографии с демонстрации на проспекте. Хорошие лица. И лица хорошие, и лозунги замечательные. Бабуша, стоит московская бабуша в платочке, держит плакат. На плакате изображение Морзолея, и написано «Путин». Ну, гениальная бабушка, да? Ну, наверное, внук ей помог сделать, она вряд ли бы с фотошопом справилась. Но кто-то ей помог, но придумала наверняка она. Она стоит с этим плакатом. О любви. Любите или нет? Любовь очень сложная вещь. Я вообще не могу сказать, что я ее люблю. Мне ее безумно жалко. Безумно жалко. И всю жизнь было жалко. И поэтому я все равно... Вот можно будет махнуть, не делать, да? Но вот они позвонят, приезжай, помоги. И я поеду. Мне их жалко. Мне жалко. Есть еще какая-то горстка людей, которые пытаются это изменить. И я не верю в это изменение, но я все равно поеду. Это знаете, как в Библии, что там Господь Бог выяснял? Нет, у Господа выясняли. Сколько надо праведников, чтобы пощадить город, да? Ну, вот там есть эти праведники. И пока они есть, обязаны что-то делать. Я вам благодарен за беседу. Пожалуйста. За вашу жизнь непростую благодарен. За ваш стержень. За ваши страдания, которые, наверное, были нужны. Хотя, может быть, мало кто их и оценил. За ваше чувство собственного достоинства. И за то, что, пройдя столько в жизни, вы не озлобились. Остались добрым человеком. Спасибо вам. Пожалуйста. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был легендарный радянский диссидент и правозахистник Володимир Буковский. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!